Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные, я прошу зарегистрироваться. Идет регистрация, это кнопка номер один. А, да, извиняюсь, наша спроса, я извиняюсь. Прошу зарегистрироваться, там. Работники, работают. 25. 25. Уважаемые коллеги, из 27 депутатов присутствует 25. По этому форму имеется, мы можем начинать нашу работу. Заседание 23-й сессии Народного права объявляется открытым. Для приведения государственных силов, пожалуйста, подняться. КОНЕЦ КОНЕЦ Уважаемый Анатолий Васильевич, вы в соответствии с действующим республиканским законодательством обеспечиваете работу депутатского корпуса во время сессионных заседаний Народного права. У меня в связи с этим вопрос. Поскольку основная функция в законодательном органе Народного права парламента Республики Калмыки законотворческая, работа предварительно график комитетов, которые вы утвердили, выстроена таким образом, чтобы было больше времени для работы на подготовку к проекту закона. Но, к сожалению, Анатолий Васильевич, работа над законопроектами на сегодняшний день вызывает ряд осложнений. Каким образом? Что я имею в виду? На сегодняшний день по всем проектам законов, которые сегодня мы с утра знакомились, в проекте повестки сессии, нет заключений надзорных органов на соответствующие проекты закона. Вы сами знаете 273, федеральный закон, которым вы любите, Анатолий Васильевич, всегда комментируете и аргументировать. Есть оценка регулирующего действия по проектам законов, есть экспертиза на антикоррупционную направленность. Каким образом мы, как депутаты Народного права, обеспечивая качественный законотворческий процесс, должны иметь, по крайней мере, заключение прокуратуры республики на руках до вынесения и обсуждения на честь Народного права. Прошу дать соответствие заключения по всем проектам закона. Хорошо, уважаемые коллеги, мы на том заседании обговаривали этот вопрос, договорились, что все заключения будут идти через комитеты. То есть вы, работая в комитетах или приходя в комитеты, я говорю как и договаривались, я отвечаю на ваши вопросы. Вы отвечаете как раз-таки однобоко. Работа депутатов Народного права заключается в том, что прямая обязанность принять качественный законопроект на сессии Народного права. Уважаемые коллеги, вы наставите на том, чтобы каждому депутату по всем вопросам, не только через комитет отдавали, а получали заключение еще дополнительно, каждый депутат. Это обязанность. Нет, обязанность, а не прописка. Обязанность ваша как председателя Народного права парламента Республики Комитета. Уважаемые коллеги, моя задача предоставить материал, который необходим для работы на комитете. Полноценный, Анатолий Васильевич. Я считаю вам действующее республиканское законодательство. Исполните свою основную функцию. Значит, если большинство депутатов считает, что это так надо сделать, я буду предоставить каждому заключение. А при чем тут большинство, это ваша обязанность? Нет, обязанность. Она предусматривается регламентом, а при чем тут депутаты большинство? Никто слово не дало. Я взял его. А вот вы что, здесь великий человек? Конечно. Я вас предупреждаю, будьте без разрешения вести разговоры, я применю свои же меры. Согласен, я учту ваше замечание и постараюсь, чтобы все получали соответствующее заключение. Это нужно сделать, Анатолий Васильевич, поскольку во время сессии, перед тем, как мы голосуем с вами, коллеги, принимаем законопроект, у нас тогда возникнет необходимость обращаться лично к прокурору республики. Курмай и Евгений Евгеньевич спрашивают, Евгений Евгеньевич, по проекту закона обнесения изменений, а закон о регулировании дебильных отношений, какова позиция прокуратуры республики Калмыкина, чтобы не доводить эту ситуацию до абсурда? Ладно, мы давайте не устраивать здесь это. Если есть такая неподлибость, я сказал, все, будем выстраивать. Все, договоритесь. Я вот простого слова не даете. Нет, замечание, пожалуйста. Замечание. А вы великий человек не исполнять собственные законы? Нет, я стараюсь исполнять. А вот, ну не исполняете же. Стараюсь исполнять. Нужно прикладывать экспертизы, да, заключения инстанции. Раз нужно, надо прикладывать. Не надо оттолкать. А то у вас величие. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый городик. У меня будет вопрос, значит, скорее всего, наверное, к аппаратам. Дело в том, что повестки дня, значит, руководные участники, члены акции получают, уже не с этой сессии. В чем проблема? Почему, значит, не направляется повестки дня депутатам? Ну, я не знаю, по какому поводу вы имеете в виду. Значит, повестка дня формируется окончательно. Повестка формируется после заседания комитета. Мы с вами договорились, по вашему же предложению, что комитеты будут проходить раньше. Они проходят с учетом того, что прошли комитеты, и те вопросы, которые рассматриваются комитетами, они, соответственно, включаются в проект повестки на такую-то дату. Последнее заседание у нас аграрного комитета состояло вчера. И я думаю, после заседания всех комитетов аппарат обязан выдать все. Если такое есть замечание, давайте скажем. Нет, Антолий Сергеевич, ну тогда давайте, значит, раз аутия повестка дня задерживается, присылайте повестки. Не надо, а комитетам. Комитеты присылайте. Вот очень непонятно, сегодня у меня вопрос задают сегодня, я говорю, Николай Иванович, повестки дня нет, чем будем сегодня рассматривать? Я говорю, я не знаю, почему. Надежда Байсина, ты здесь? Отправляйте, а мы после заседания комитета отправляем. Повестка дня, Николай Иванович, получается, еще за месяц в рабочем порядке. Каждый день мы обновляем. Нет, нет, вы меня не поняли. Обновляете, вы можете обновлять. Посылайте повестки дня комитетов тогда, чтобы люди знали. Общих повесток дней нет, понятно. В регионах прав, все, и с комитетами. Нет, сети на дату и на конец. Проект повестки сети электронкой отправляем. Да, на дату отправляем. Мы тогда не отправляли поездки сети, потому что... Надежда Байсина, но мы структуру аппарата народного права создали в ноябре прошлого года, и Антон Васильев сказал, основная функция руководителя аппарата народного права это обеспечить депутатам необходимыми документами для осуществления прямой депутатской деятельности. Да, все правильно, правильно. Повестка формируется на основании тех персидиалов. Все, хорошо, Надежда Борисовна, присаживайтесь. Хорошо, Соглариусы, но вы же опять без разрешения. Мы начинаем поступать, как есть. Соглариусы, Надежда Борисовна, значит, вопрос урегулировали. Соглариусы, но я вам делаю замечание. Вы не имеете права делать мне замечание, поскольку вы не обеспечиваете качественное исполнение функций депутатам народного права. Ну, это ваше мнение. Так, еще замечание. Если нет, есть предложение принять повестку дня в целом. Кто за, прошу проголосовать. Карточкин и голосов. Единогласно. Уважаемые коллеги, я думаю, рабочие моменты мы отрегулируем. Без эмоций, без амбиций, и мы должны действительно, чтобы была эффективная работа депутата. Есть где-то сбой и посмотрим. Как же без них? Это проект. Уже, как коллеги, мы сессию нашего парламента утвердили в целом и поступаем в работе. Рассматривается первый вопрос в повестке дня проект постановления народного курала парламента республики о назначении Корсаева Владимира Михайловича на должность мирового судейства уеденного участка Целебного судебного района республики Талмыкия на пятилетний срок полномочий. Вносится главой республики, закладывает заместитель руководителя администрации, представитель народного курала Араш Алексеевич Манжеев. Спасибо. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты народного права, уважаемые прегрешены. Сегодня, 10 июня, сегодня оканчивается священный месяц в Ирске. В Ирске через несколько лет я всех поздравляю с этим праздником. Всем мира, добра. Рекомендую нам не ссориться, не ругаться. При этом. Добро это сто тысяч раз прив 크еться выechиваться. Глава республики Талмыкия, соответственно частью 2 статьи 2 закон об республике Талмыка проекта на назначение действий в Мирозусезде республики Талмыкия, но если мы размогали на осмотрение mind-не со сеть народного курса узорно парламента республики Талмык, преданедатуры Карсаева Валентина Михайловича, назначение на должность мирового судей судебного участка Целебного судебного района республики Талмыки на пятилетний срок полномочий. Корсаев Иван Тиммихайлович не будет сидеть социальдовосудебная участка республики Калмыкия. Рождение 62 года, образование высшее, стаж演 pequ vulnerable пять месяцев, стаж болез asp. 17 лет и 10 месяцев. По основанию народного корреля engines送illsure оказывается 28.00 September. 2003 года Корсаев назначен на голос имевой судиться социальдовосудебного участка республики Калмыкия. По основанию народного корреля Aly Chenglaviano-Uktakem Core Fantastics срок полномочий. Учитывая положительные рекомендации, проведенные коллеги судей республики Коломейка 29 января 2021 года оценив представленные документы, принимаем Вынимание результаты проекта по стальным сведениям в уровне основной подготовки, старший опыт работы, деловые и моральные качества кандидата. Считаю, что Корсаев Владимир Михайлович соответственно проявляем кандидатам на должность судей требования. Предусмотрим закон о Республике Калмыкия о статусе судей Российской Федерации. В соответствии, вложим в руководстве в части 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения и деятельности правой судей. Прошла добрая кандидатура Корсаева Владимир Михайловича и рекомендация для назначения на должность правой судей судебного участка Срединого судебного района Республики Калмыкия на 5 лет и срок полночи. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я тоже должен сказать, что в связи с обязанностями регламентными я тоже перед заседанием комитета встретился с нашими кандидатами, потому что вместе с вами после принятия решения я буду подписываться в соответствующие документы. Значит, это опытный человек, работает очень много. Мы в пятый раз утверждаем его в этой должности. Это тоже говорит о многом, о стабильности в его работе, о системности в его работе. Поэтому, Владимир Михайлович, спасибо вам за работу. А мы должны тогда принять соответствующие решения. Если вопрос у нет, прошу решения комитета. Решение комитета рекомендовать Народному куралу Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить в кандидатуру Коасаева Валентина Михайловича на должность мирового судебного участка Срединого судебного района Республики Калмыкия на 5-летний срок полночи. Время, коллеги, решение комитета озвучено. Не возникли противоречия. Если нет, прошу определиться по проекту постановления, который у вас на руках. Пожалуйста. Кто за? Спасибо. Единогласно. Валентина Михайлович, мы вас поздравляем. Я в имени депутатского корпуса. Единственные депутаты поддержали. Это тоже очень важно и для вас, для стабильной вашей работы, для поддержки. Хотелось, чтобы отправление в правосудие вы могли осуществлять спокойно, в хорошем состоянии здоровья, чтобы выстраивали отношения с судебными структурами. Я думаю, это только для пользы. Замечаний больших у вас не было, поэтому пожелания самые добрые. Спасибо вам. Дай Бог хорошей работы. Спасибо. Мы продолжаем нашу работу, уважаемые коллеги. Следующий вопрос у нас про их постановление на ДНК Урала в парламенте Республики о назначении Бобтарии БМТ Валерьевны на должность мирового судей судебного участка номера 1 при Ютинске, судебного района Республики Калмыкия на трехлетний срок полномочий. вносится главой республики. Пожалуйста, Араш Алексеевич докладывает заместитель главы администрации главы в Народном Курале Араш Алексеевич Манжиев. Араш Алексеевич, пожалуйста. Спасибо вам. Важаемый Анатолий Васильевич, уважаемый депутат Народного Курала, уважаемые приглашения. В соответствии с частью 2-го статьи о законе Республики Калмыкия о порядке назначения действий мирового судебства и Калмыкия глава Республики Калмыкия вносит на рассмотрение очередной сети Народного Курала кандидатуру Бастаевой Баира Валерьевна для назначения творческого мирового судебства в судебном участке номер 1 Привенского судебного района Республики Калмыкия на трехлетний срок полномочий. Бастаева Баира Валерьевна поможет в суде Республики Калмыкия с 78-го года рождения стажа работы по их 10 специальности 19 лет 10 месяцев в средней гостинице 3-го класса. В 2006 году окончил Российскую Академию правосудия по специальности грезпруденции. Бастаева Баира Валерьевна за время работы в судебном симптом, который рекомендовал себя с положительной стороны как компетент, студент, ệспрудNão, грамотный специалист. За период работы в должности с помощников судебным в СУГП калмыкищее ей подготовлено 73 проекта по обстановлению по уголовным делам и материалам 285-12 проект по гранатским административным делам и материалам 40 проектов по делам административного правонарушения. За период работы в должности помощника с судебным и городского судебного и субрикона ей подготовлено проектов по 22-му уголовным делам, 4 проекта по уголовным операционным делам, 110 проектов рассмотрения, наш материал по административным делам, 7, 2 проекта, 19 по административным операционным делам. Учитывая положительную характеристику, аквалиционные коллеги судей Республики Колумбик, оценив представлен документы, уровень профессиональной подготовки, стаж, опыт и результаты работы кандидата, полагающего поставила Майера Валерина соответствует требовать предусмотренным законам Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации, предупреждение кандидата на должность судей. В соответствии с возможным руководством статьи, частью 2 статьи 2 закона Республики Колумбико о порядке назначения действий Мировой судей Республики Колумбико, прошла добрый кандидатуру Бастаева и Байера Валерьевна и рекомендувать ее на назначение на должность Мирового судей в судебном участке номер 1 Привительского судебного района Республики Колумбико на территории Республики Колумбико. Спасибо за внимание. Спасибо. А наш Алексей, есть вопросы? Есть, уважаемые коллеги? Если нет, пожалуйста, поярте Валерию, у меня вопросы. Байта Валерьевна, вот она перед вами. Вопрос рассматривался на заседании комитета. У меня была встреча как у председателя. Пожалуйста. Нет вопросов. Если нет, Михаил Николаевич, пожалуйста. Представь комитета. Решение комитета рекомендовать народному праву Республики Колумбико рассмотреть и утвердить кандидатуру поставива Байера Валерьевна на должность Мирового судей судебного участка номер 1 Привительского судебного района Республики Колумбико на трехлетний срок Павла Мочи. Спасибо. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если вопросов нет, приступаем к голосованию. Кто? За. 25. Спасибо, уважаемые коллеги. Байта Валерьевна. Мы поздравляем. Депутаты единодушно вас поддержали. Посмотрели те материалы, которые представила коллегия. Посмотрели другие вопросы. И нам представляется, что вы ответственный человек, сможете выполнять те функции, которые возлагаются на мировую судьбу. То есть отправление правосудия в рамках произоставленных полномочий. Поэтому мы являемся добра, благополучия. Думаю, что мы с вами сможем действовать через тот период, когда все это ведет это время. Поэтому, Байта Валерьевна, спасибо. До свидания. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер 3. Это проект закона Республики Калмыкия об исполнении республиканского бюджета за 20-й год. Ночь с оглобой. Поручено доложить первому заместителю представителя правительства, министру финансов, очистивающему Республики Калмыкинского бюджета. Уважаемые коллеги, мы материалы и большинство из нас на слушании, которое проводило правительство последующее рассмотрение на комитетах, кто изъявил желание уточнить те или иные вопросы. Все вы еще рассмотрели на фракциях, я знаю, какие фракции Един России, а также другие фракции. Поэтому, я так думаю, материал проанализирован. Поэтому, он у нас есть тоже на руках. Этот материал, значит, мы хотели, чтобы вы до 10 минут нам доложили, а затем мы перейдем к вопросам и ответам для более продуктивного уточнения ситуации. Пожалуйста. Добрый день, Антон Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Ваше внимание представляет проект законного исполнения республиканского бюджета за прошедшие 2020 год, подготовленный в соответствии в положении бюджетного кодекса и законной республики о бюджетном процессе. Всполнение республиканского бюджета в 2020 году сиделось в сложных условиях, но, несмотря на это, собственные доходы республиканского бюджета выросли на 13,4% и 785 миллионов рублей. Состояли по итогам прошедшего года 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них увеличение налоговых поступлений составило 12% и 693 миллиона рублей. А в целом было собрано 6,5 миллиарда рублей. Основными источниками дохода республиканского бюджета являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, имущественные налоги активы. Создая налогов доходы более 54% занимает налог на прибыль организации. В прошлом году поступило 2,213 миллиона рублей. Если сравнивать с 2019 годом, то в прошлом году было прекращение на 9,2% или 224 миллиона рублей. Но это уменьшение было связано с тем, что были в земле ограничительные меры в связи со сохранением новой коронавирусной инфекции. Соответственно меньше поступил. аналогов от основных худнейших налогоплательщиков участников консультивных групп налогоплательщиков и субъекта малого среднего предпринимательства. Но если в целом сравнивать динамику исполнения данного налога в целом по стране и по региону ЮФО, то по стране минус 13%, по региону ЮФО минус 10,6%. Поступление по налогу на доходы физических составили миллиард 509 миллионов рублей. В сравнении 2019 года мы увеличили на 12,7% и на 107 миллионов рублей. В целом по стране сразу скажу, что темп роста в 7,7% то есть по республике будет на 5%. В целом если рассматривать поступление данного налога в консультивных бюджет, то есть бюджет субъекта и бюджет муниципальных образований, то прирост составил 12,5% в денежном выражении за 287 миллиона рублей. Увлечение поступления по налогу на доходы физические связано с ростом номинальной средневещенной численной зарплаты, которая за 20-й год выросла на 1,8% и составила 31,195 рублей. Поступление по налогу на имущество организации за 20-й год увеличено на 15% и составили 983 миллиона рублей. Объем федеральной поддержки в сравнении с 2019 годом увеличился на 35% 3 миллиарда 167 миллионов рублей и составил 13 миллиарда 730 миллионов рублей. Это, наверное, самый наибольший объем безразвлежных выступлений федерального бюджета за последние годы. Чем это было обусловлено? В первую очередь это финансирование, реализация национальных проектов. Второе, это с 2020 года у нас началась реализация индивидуальной программы экономического развития республики. Ну и третий момент это дополнительное выделение третий федерального бюджета на финансирование мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Я уже сказал, что у нас налога и налога выросли более чем на 35% безвозмездных подступлений, соответственно, и произошел рост расходов республиканского бюджета. То есть в 20-19 прирост составил почти 39%, в денежном выражении это 6 миллиард 211 миллиона рублей. В целом объем расходов республиканского бюджета за прошлый год составил 22 миллиарда 318 миллионов рублей. Из этой суммы 94,5% или 21,84 миллиона составили расходы, которые формируются и исполняются в рамках подтвержденных государственных программ. В нас принято на республиканском уровне 21 государственная программа. И если по отраслям то приоритет остается первая образование, здравоохранение, социальная политика, культура, физическая культура. У их удельный вес почти 68% и 15 миллиардов 147 миллионов рублей. Соответственно, расходы на поддержку в России экономики 5 миллиардов 645 миллионов рублей или 25,0 процентов от всей суммы расходов. По нашим проектам финансированный состав за прошлый год 4 миллиарда, если в 2019 рассматривать динамика плюс 29,0 процентов или 905,5 миллиона рублей. Здесь хотел бы отметить, что расходы именно за счет собственных источников регионального бюджета выросли почти в 4 раз или на 822 миллиона рублей. Если рассматривать структуру нас проектов, то наибольшей удельной версии занимает 4 национальных проекта. Это безопасные качества, автомобильные дороги, демография, здравоохранение, образование. В целом на их реализацию в прошлом году было направлено более 3 миллиарда рублей. Это почти 83%. В прошлом году бюджет сохранил социальную наградность. Удельный вес социально защищенных средств. зарплата социальной процедуры и страховые платежи для неработающих населения. Удельный вес социал 12,5 миллиарда рублей 56% от всей суммы расходов республиканского бюджета. К 2019 году рост на 3 миллиарда или почти 31%. По зарплате объем социал зарплаты имеют начисление 7 миллиарда 300 миллионов. Удельный вес почти 33%. Динамику в 2019 прирост полтора миллиарда или в процентном выражении почти 26%. Расходы на социобеспечение составили у нас 18%. Денежное выражение это 4 миллиарда и в 2019 рассматриваясь рост полтора миллиарда или почти 58%. И отдельно по отраслям расходы на здравоохранение в 2020 году увеличились почти 1,6 раза составили 4 миллиарда 738 миллионов рублей. Рост обусловлен пейсио реализации нацпроектов. Второе это необходимость финансирования мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На реализацию нацпроекта здравоохранения в прошлом году было направлено 614 миллионов рублей. Это более чем в 2 раза больше, чем до 2019 год. В 2019 году эта цифра была 258 миллионов рублей. Что сделано в рамках этого финансирования? В первую очередь это 19 населенных пунктов установлен фершерс как у шерсти пункты. Это первое. Второе улучшилось материально-технического базы учреждений. То есть в рамках нас проекта были высокотехнологичные медицинские оборудования. Ну и третий момент это цифровизация в сфере здравоохранения. В прошлом году было направлено 198 миллионов, в 2019 году этот их расправлял 71. Что сделано? Благодаря этому в медицинских организациях было приобретено и установлен 1658 автоматизм рабочих мест. То есть все эти мероприятия направлены на создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. как я уже сказал ранее на рост расходов повлияли вынужденные финансирования по борьбе с новым коронавирусом инфекциям. В прошлом году объем средств стал 2 миллиард 822 миллиона рублей из них миллиард 48 миллионов это республиканского бюджета. В рамках этих средств что сделано обеспечение организации работы инфекционного обсерватора в объем средств 170 миллионов то есть в рамках этих средств были приобретены оборудование лекарственные препараты средства индивидуальной защиты и так далее. На стимулирующие выплаты медицинских работников в учреждении СОС обслужено 1 миллиард 60 миллионов рублей. Ну и поддержали отдельные категории граждан. То есть были осуществлены выплаты в размере 5 тысяч рублей и 3 с половиной тысяч рублей. На эти цели были направлены 78 миллионов рублей. То есть были поддержаны семьи с детьми и граждане которые остались без работы. Это я подчеркиваю средства 78 миллионов это дополнительные республиканские бюджеты к той поддержке которая была на федеральном уровне. По поддержке субъекта малосреднего предпринимательства были введены налоговые преференции. То есть в части снижение ставок по УСН и патенту это инициатива надеяться до текущего года. Мы с 1 августа 2020 года ввели налог на профессиональный доход и снизили ставки по УСН для тех кто впервые зарегистрировался и началась деятельность в республике. кроме этого в 2020 году было тоже дополнительно к тем поддержкам на федеральном уровне окажем поддержка субъектом МСП из республиканского бюджета это порядка 44 миллионов рублей. На социальную поддержку жителей в 2020 году направлено 3 миллиарда 67 миллиона рублей это на миллиард 261 больше чем в 2019 году приоритетным направлением конечно же является поддержка семьи и детьми объем расходов в прошлом году составлял 2 миллиарда рублей если по уделенному весу то общей сумме расхода на социальное обеспечение именно вот это направление занимает 65% количество получателей 39 тысяч 200 человек чем это обусловлено такой редкий рост в первую очередь в прошлом году в рамках реализации послания президента страны федеральных собраний была введена новая выплата на детей от 3 до 7 лет данную выплату мы получили за прошлый год 11499 семей на 14944 миллиарда объем средств стал 763 миллиона рублей кроме этого были выплаты и в прошлые годы на первого ребенка на третьих и более детей но тогда критерия была однократная величина прожитошного минимума в прошлом году этот критерий был увеличен два раза соответственно увеличился охват семей данными выплатами за 20-й год указанные выплаты на первого ребенка и на третьих и более детей получили 5000 семей объем поддержки состав 553 миллиона рублей в 20-м году была введена на оригинальном уровне новая поддержка это выплата денежная выплата на ребенка для многодетных семей при подготовке детей в школу для обедения дириж школьных винодельностей выплата на ребенка составила 5000 рублей и объем средств из республиканского бюджета порядка 60 миллионов рублей у нас проект демография который занимает 26% в обществе не расходен у нас в проекте у нас исполнение составило за прошлый год миллиард рублей но из этой суммы 630 это финансовая поддержка семей детей ну и второе направление это действие с даницей женщин создание соединенных школьных обладаний для детей в возрасте 7 но проще говоря строительство новых детских садов и пристроек за прошлый год на строительство детских садов семей и череп пристроек было направлено на 97-3 миллиона рублей оригинальный проект старшего поколения в рамках этого проекта в прошлом году начало строительство здания республиканского дома-интерната на 40-ой комиссии Троицкой было использовано 22 миллиона рублей но строительство продолжается в текущем году в этом году предусмотрено 102 миллиона рублей ну и третье это оригинальный проект по нормам жизни в 2020 году 174-5 исполнение миллионам рублей средства направлено на создание двух полей футбольных и создание малоспортивных площадок в трех районах республики сдача в 2023 году это создание подобных малоспортивных площадок во всех районах республики по образованию объем средств состав 5 миллиардов рублей объемных весов раздавания в общей сумме расходов республиканского бюджета это 22% если рассматривать в 2019 то расходы увеличились на 6,5% или 304 миллиона рублей в первую очередь это также реализация нацпроектов рост 206 миллионов рублей и реализация послания президента страны федерального собрания то есть здесь я напомню были выплаты установлены новые это за классное руководство 5 тысяч учителю и ежемесячные выплаты и плюс организация горячее питание детей младших классов от 1 до 4 в наших общеобразовательных учреждениях объем средств состав почти 100 миллионов рублей ну в образовании я хочу сказать что основная статья расхода это все-таки финансирование перед полномочия в сфере дошкольного общего образования то есть объем двух субъектов из бюджета субъекта Российской Федерации муниципальным составлял 3 миллиарда 163 миллиона рублей то есть в рамках этих средств осуществлялась выплата первую очередь это выплата заработной платы работникам наших школ работникам детских садов объем студентов если правильно в 19-20 увеличение составило 20-го в 19-м увеличение составило более 6-ти процентов у нас проекты образования направлены 588 миллионов рублей в рамках регионального проекта составления школа были направлены в объеме 474 миллиона на строительство двух школ селедроицкой и поселки и селемалой Дерберты и также более 53 миллиона были направлены на предведение оборудования нового учебного оборудования и второй региональный проект который тоже занимает достаточно большой длинный вес это успех каждого ребенка что в рамках этого проекта сделано отремонтированных спортзал в сельских школах приобретен модельный стеклофар и созданы новые места дополнительного образования в целом объем средства больше 68 миллионов рублей по культуре у нас будет программа культура давайте пооперативнее значит время уже 13 минут мы говорим давайте сжимайте мысли вопрос по культуре у нас проявлено три нацена проекта если будильное действие это культурная среда в рамках этого проекта у нас стимулирует два сельских дома культуры и реконструкция театра лимонного культуры и кроме этого по культуре хотел бы сказать что в прошлом году более 100 миллионов направлены с предоставлены с публиканского бюджета на ремонт для государственного учреждения культуры по сельскому хозяйству поддержки 1,676 млрд из этой суммы 443,9 это на стимулирование приоритетных подотраслей на поддержку отдельных подотраслей 329 млн где направлено 287 млн направлено на мероприятия в области миллиардов земель по дорожному фонду 1,5 млрд объем расхода из этой суммы более миллиарда это БКД занимает амфу безопасный проект отремонтировано почти 21 км это дорога городской ломерации 50 участков дорог регионального значения 159 км по бюджетным инвестициям отойдем 100 млрд 681 млн рублей и 996 но по объектам я уже сказал на строительство в конструкции для здравоохранения 476 млн рублей ну и последний наверное момент это реализация индивидуальной программы социальной экономической развитии в прошлом году программа принят у нас состоит из трех основных направлений экономика средства для жизни социальной сферы объем ее общим на 5 средств до 5 миллиардов до 1 миллиарда после того в прошлом году средства были направлены на подготовление к ПРД на приобретение коммунальной техники на ремонт для мирного легко ну и на поддержку субъекта МСП ну и по межбюджетным трансферам увеличение социала в прошлом году имеют межбюджетные трансферты в нашем муниципальном образовании увеличение социала 16% но из этой суммы как я уже сказал большую часть занимающей ленты ее прирост об этом я уже сказал по дотации на обеспечение 273 миллиона это наверное тоже одна из больших сумм за последние годы и это было связано с тем что в прошлом году мы активно поддерживали наше муниципальное образование в связи в том что у них были выпадающие доходы и по Устрену и по НВД и так далее то есть по тем отец которые наиболее пострадали в связи на завершение я хочу поблагодарить всех участников бюджетного процесса в первую очередь депутатов коллекции из министерств ведомств и наших муниципальных образований в текущем году основная задача это наверное преодоление тех экономических последствий в первую очередь это обеспечение развития экономики обеспечения плантинности бюджета ну и минимизация последствий пандемии для населения для садика мало среднего предпринимательства у меня все доклады закончены спасибо уважаемые коллеги мы поступим таким образом вопросы затем выступления лаконично желательно ну и потом обмен мнением принятия решения я бы первый вопрос хотел сейчас всем нашим коллегам предоставлю все таки где мы не исполнили свои обязательства в чем причина объективность эффективность так очень коротко чтобы мы слышали жители слушали пожалуйста 20 тысяч мало в целом я в своем докладе уже сказал если брать только доходы в честь то здесь несмотря на пандемию нам удалось положительно динамики поступления собственных отходов что полезно доходов В расходах, ну, расходы, прежде всего, на проекты, здесь я тоже сказал, индивидуальная программа развития, и что это то, что из того, что получилось, а что не получилось, на чем нужно работать, это, конечно, объем государственного долга. За прошлый год он подрос, причины, я уже неоднократно об этом говорил, это, прежде всего, необходимость финансирования мероприятий по предотвращению распространения органов верстной инфекции. Как я в своем докладе сказал, там, миллиард, почти 100 миллионов было направлено за счет средств республиканского бюджета, плюс мы оказывали поддержку муниципальному образованию. И вот сейчас, я думаю, что состояние государственного долга, это та работа, которую необходимо проводить в текущем году. Но вы понимаете, как это делать? Да, я думаю, что сейчас, после послания президента страны, у нас есть уже понимание части замещения коммерческих бюджетными кредитами, части пролонгации, продвения действующих бюджетных кредитов. Я думаю, что сейчас уже есть понимание, и как можно улучшить структуру государственного долга, как можно сэкономить на тех же процентах. Но части процентов, я думаю, здесь у нас работа, она ведется постоянно, поскольку, если обязанность у нас привлекать кредиты, то ничего, это все демки там. Хорошо, спасибо. Сергей Исаевич, через наш сэрик, еще потом. Спасибо, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги. Честно, что у меня два коротких вопроса. В вашей информации было обозначено, что по программе интеллектуального развития Республики Калмакия мы получили на 197 миллионов новую коммунальную спецтехнику. В том числе, это и водовозы, насколько мне известно. Какие населенные пункты Республики Калмакия получили эту технику, и как изменилась цена на воду для населения этих населенных пунктов? Это вопрос номер один. И инициативное бюджетирование. В 2020 году кому и на какие цели были выделены средства? Спасибо. Пожалуйста. Понятно? Вернее, вопросы понятны. Позвольте, я начну со второго вопроса. Это проект инициативное бюджетирование. Суть инициативного бюджетирования, это, наверное, то есть то, что жители непосредственно принимают участие в определении тех вопросов, проблем, которые их больше всего волнуют. И вот с помощью этого механизма, который начал массивилизацию в 19-м году, я думаю, что здесь мы достаточно тоже связанную работу проделали, и я думаю, что она должна продолжаться. Почему я так говорил? Потому что в 19-м году, когда мы только начинали, у нас было 4 илотных района, 9 проектов. Объем средств был направлен на 5 миллионов 300 тысяч рублей. Уровень финансирования вообще по унициативному бюджетированию, это 80% регионального бюджета, это республиканский бюджет, 20%, из которых 10% это бюджет муниципального уровня, и до 10% это небюджетные средства. Так вот, получается, ну и здесь в чем удобство, что если проект, ну, проект должен быть более миллиона рублей, и наше муниципальное пожелание не будет, они все более активно начали принимать участие. В 19-м году это 9 проектов, в 20-м году это по 17 проектов, то есть вечение 2 рада. Деньги на что направлено было бы устройство аспортивных и детских площадок, обраграживание аквартовых зон, установка ограждений и возведение правительных мемориалов. В 21-м году уже, скажу, что это, уже 25, да, я поступил, то есть еще больше, и которые 17 федералов, они, правда, прошли конкурс на отбор. В 20-м и в 21-м году мы это досмотрели в 10 миллионов рублей, даже в 21-м нам пришлось выносить изменение росписи и добавлять там, когда-то, по-моему, 500 миллионов рублей, это 10 с половиной. То есть, получается, сейчас из года в год количество участников увеличивается, объект вверх можно увеличить в 2 раза, и я думаю, при формировании бюджета на будущий, последний цикл, наверное, здесь тоже нужно посмотреть. Я думаю, даже мы можем быть совместно с депутатским корпусом, где как-то можно понять, ну, и будет более четкое понимание по населенным пунктам, по тем вопросам, которые можно решать с помощью негативного диджекирования. В части, в первом вопросе, в части водовозов, что скажу, что в рамках индивидуальной программы у нас было предусмотрено мероприятие, 197 миллионов его финансирования социал-мероприятие, это предвести место предвидировано, по различной коммунальной технике. Было 54 единицы было предвидено, из которых 16 единиц, 16 водовозов. 16 водовозов было предвидено, распределено между 10 районами, на сегодняшний день, и вся техника, она оформлена в собственность милиципальном, и, соответственно, уже работает. Если по стоимости, то, наверное, здесь может быть, вот, общаясь, честно, с Юльдинским районом, у нас поселок Первомайский, стоимость водовоза составляла там 2300 рублей, то сейчас, до получения 1750 рублей, или взять поселок Первомайский, 1500, сейчас 1076, провести, ну, как бы, позитив, улучшение маршрута, я думаю, что это... Максимович, о чем у вас было ключевое слово, когда вы говорили об инициативном бюджетировании, привлечение депутатов в этой программе, тем более, федеральное направление здесь тоже серьезно развивается и поддерживается, и хотелось, чтобы депутаты наши практически участвовали в тем программах, вносили свои предложения, оно инициативное, состоит как лица народа, но вот депутаты его представляют, поэтому, смелее надо работать, это ключевое было слово, при подготовке бюджета, значит, по вознициативному бюджету, наступившись, пожалуйста, вам. У меня вопросов много, министр, по порядку, значит, вот, что касается нацпроектов, да, мы не услышали, а вопросов много, и у населения, и у депутатов, я хотел бы, чтобы министр коротко дал обзор, объект, локация, план финансирования, фактически потраченные деньги и сроки сдачи, потому что мы, обыватели, просто видим, проезжаем в городе, поликлиника детская стоит, которая должна вроде бы в конце года завершиться, да, Ледовый дворец, который обещали в октябре прошлого года, до сих пор не сдан, и по нему еще отдельный вопрос, ну и так далее, школы, сады, по всем объектам. Так, и еще вопрос, если вы засуществите? Не, он забудет, пусть по порядку отвечает. Да, если вам так удобно, пожалуйста. Если вам по национальным проектам, как я уже сказал, у нас направлено 4 миллиарда рублей, если брать по объектам, то давайте возьмем объекты, ну, национальный проект демографик, я уже сказал, это у нас детские сады. По детским садам у нас, что, как я уже сказал в своем докладе, у нас осуществляло строительство семи детских садов и четырех простых, и строя города Ильца. В целом, это вообще история на 2019-го года, части объектов, ну, почти вот эти семь объектов, они еще с 2019-го года, в 2020-м году и продолжилось строительство. В целом было направлено 251 миллион рублей, в 2019-2020 год. То есть, по каждому объекту, допустим, тут взять Приманоч, Екебуручский район, в 2019-м 10,5, в 2020-м 28,5, ну, в целом, то есть, 38,5 рублей объектом завершен. Я сдам господа, то есть, сейчас, вот, дети, по-моему, входят садик, а шанс для меня четыре с половиной, девять с четырех... А, Чеоргий Александрович, вы, минутку, сдам как с опозданием, сколько, ну, сроки, я же попросил, сроки нарушены, не нарушены, потому что за сроками стоят штрафные санкции. Они существенные для республики. Хорошо, есть ли у вас сила это сказать, пожалуйста? Он все знает. И что бы он знает? Те садики, которые, допустим, Приманш, Ашан-Дельминь и Ганаман, это садики, которые были сданы до конца года в срок. Садики в поселке Курта, в поселке Талтай, по-моему, сдача в текущем году, не могу сейчас точно сказать, дан или нет, но история, она продолжается точно, это в текущем году. Я думаю, что в текущем году эта история, она закрывается. По пристроям в прошлом году, которые были здесь, в прошлом году должны были сдать, не жданы в прошлом году. Здесь, как бы, я хочу сказать, что у нас, если это переходящая история, то в 21-м году завершается эта история, то есть строительство либо реконструкции объекта. И хочу сказать, если бы вы задали участие штрафных санкций, то они не распространяются по итогам 20-го года этот сфер. То есть штрафных санкций нет, объект должен быть издан до 1-го апреля, до 1-го июня. Хорошо. Ну, нам, Сергей, желается услышать, если все объекты пересадят, может, вы и не сможете, если бы объекты проблемные на сегодняшний день, по которым нарушены сроки и как-то выпадутся. То есть, я сейчас сказал, что проблемные вопросы, проблемные объекты есть, сейчас эта проблема, она где-то уже решена до 1-го апреля, где-то она решается до 1-го июля. Части штрафных санкций не накладываются, поскольку год до 20-х тяжелого пандемии, то дают возможность достроить, до работы, до ремонта, до обеспечения, до инструктировки и так далее. Анатолий Васильевич, я не согласен с ответом, потому что вопрос задан конкретный. Вот даже я несколько объектов перечисли. Вот поликлиника, очень важный объект для города. Почему? Коротко. Вот поликлиника сдана должна быть в декабре прошлого года. Потратили 360, ну, к примеру, миллионов, планировалось 340. И все. Опаздываем уже полгода со сдачей. Вы готовы к такой информации? Четко и ясно. Что вы так, что-то мямлите, мямлите. Я вам сформулировал. Объекты, локации, сроки, объем финансов планируемые фактически. Но, Сергей Викторович, если такой ответ, давайте в такое соглашение до конца года допускаете, по этим объектам заключены доп. соглашения. По этим доп. соглашениям, соответственно, пройдены сроки 1 апреля, 1 июля и так далее. По горполиклинику на сегодняшний день объект он сдан, баланс и держатель определен. Это РДМС, Республиканский детский медицинский центр. Почему не работает? Ну, я думаю, что это есть, наверное, определенные детали, которые необходимо, наверное, решить, чтобы объект заработал. Ну, это детали, из-за которых стоит целая поликлиника. Детали-то, понятно, там 1 рубль, да? А стоит миллиардный объект. Несоизмеримо как-то. Ну, у него ответы какие-то невнятные. Пусть идти тоже хотим задать вопросы. Пожалуйста, дальше. Вопрос по Ледовому дворцу. У меня вопрос, вообще, зачем он нужен был? Для главы, который хотел поиграть в хоккей с чиновниками высшими из Москвы? Или для людей? Самый главный вопрос. Что делает техника муниципального предприятия «Автодор» на этом объекте уже несколько месяцев? То есть, у меня такое создается впечатление. Объект должен был быть сдан, насколько я понимаю и знаю, в октябре прошлого года. В октябре. Было потрачено, запланировано 200 миллионов. Вот так надо отвечать. Фактически, подрядчик прервал соглашение. Как мне она сказала? Расторг соглашения. Хотя, какое имеет он право. Должно было быть потрачено, сколько там, около 37 миллионов собственных средств инвесторам. Где они? Освоены, не освоены? И сегодня объект далек от сдачи. И кроме этого, куча нарушений там по технических и технологических, по которым, наверное, вот объект еще затянется, если не на год. Понятно, да? И вот самое главное, наличие техники Автодора говорит о том, сигнализирует о том, что тратятся еще муниципальные деньги города и листы туда. Кто-то хочет прикрыть собственные недочеты и недоделки и неправильное планирование. И муниципальная техника там отрабатывает за счет бюджета города, скорее всего. Я могу только ответить в части финансирования. В части финансирования в бюджете было предусмотрено 170 миллионов рублей. Это и федеральные средства, и сейчас республиканские средства. Объем, в целом объем, как вы сказали, это порядка 200 миллионов рублей. В части того, что там планируются расходы на средства в муниципальном бюджете, это вообще не соответствует никакой действительности. То есть, вот республиканская федеральная бюджета, они в 19-20 году направлены на порядка 170 миллионов рублей. Это я могу сказать, это везде по учетности. В каком состоянии, я думаю, что, в каком состоянии находится этот объект, я думаю, что это вопрос тем, что он осуществляет контроль, констерирование расходов. Ну, деньги вроде все планируемо отпущены, да? Объект не сдан. С октября месяца уже полгода. Ну, надо же задуматься министру или правительству, в чем дело. Кто-то, и тогда, ладно, здесь есть председатель правительства, может он внятно ответит на эти вопросы. Ну, мы давайте... Он готов ответить. Давайте, да-да, я председатель правительства, давайте попрошу, чтобы нам завершить этот вопрос, и идем дальше. Пожалуйста. Юрий Викторович. Действительно, уважаемые коллеги... По организационной и технической составляющей, по финансам понятно. Да, там действительно по срокам излишка произошла, но это как раз из-за пандемии, мы общались с подрядчиками, но действительно не было возможности в полном объеме обеспечить людскими ресурсами. Вот там и... Мы друг друга заражать начали, и так далее. То есть, там были финансы, которые сдвигнули по срокам именно в плане наличия рабочих. На сегодняшний момент 90% работы выполнено, но ряд недостатков был обнаружен, в том числе и комиссии во главе Главой Республики. Были указаны подрядчику эти недостатки, эти нарушения технологические и так далее. И сейчас подрядчик приступил к устранению. В принципе, на сегодняшний момент он там работает, он устраняет эти недостатки. И приводит все-таки объект полностью к тому виду, который регламентирован у нас на этносиментной документации. Поэтому, наверное, не через год, конечно же, там недостатки, но я думаю, что сроки не могу называть, я просто сейчас не хочу. Надо вставлять еще, уточнить еще. Но работы ведутся, я думаю, через какой-то достаточно короткий срок они будут устранены. Значит, это что касается работ, что касается использования этого катка для, кто будет там, значит, пользоваться этим катком, то будет иметь возможность там кататься, заниматься спортом, то у нас, естественно, прежде всего предусмотрена возможность и для детей будет работать прокат, и любой желающий может туда прийти, и если даже приедет кто-то там, высокий гость, то, естественно, как и любой каток, а это проект консессионный, проект инвестиционный, любое использование его, оно будет оплачено, то есть по-другому никак. Иначе не смысл теряется возможности возврат этих инвестиций. Поэтому где-то будет выглядеть так. Сейчас идет уже речь о том, что привлечь тренерский состав и так далее, то есть параллельно эта работа ведется. То, что этот проект будет реализован, это однозначно. Но еще раз говорю, есть, здесь мы не скрываем, есть это делом народа недостатки, которые и были выявлены при осмотре, и, в общем-то, занимаются и строй-надзор, смотрят в плане сопротивления проекта. Поэтому подрядчик в любом случае будет заканчивать это дело. Все деньги он получил, все возможности у него для этого есть. Поэтому, ну, вот так вкратце. Хорошо, спасибо. Давайте эту тему дадим возможность еще задать вопросы нашим коллегам. Назаревич, потом в выступлениях, если что-то еще хотите сказать, у вас будет такая возможность. Нет, у меня вопрос, вот поскольку Ачир Санжилиевич мне отвечал на вопрос по долгам, у нас сегодня вырос очень сильно госдолг. Больше 6,6 миллиарда, по-моему, на последнюю дату, по данным Минфина России. Наряду с этим у нас, Ачир Санжилиевич, помните, вы мне ответили, что предоставлена льгота Лукоилу на 500 миллионов рублей по налогу на имущество, да? Или на прибыль? На имущество. На имущество. Вот на 500 миллионов. Сегодня 260 миллионов не оплатил КТК Черноземельскому району. Около 130 миллионов КТК не заплатил и Кибурульскому району. Это уже на протяжении нескольких лет. В сумме получается 900 миллионов рублей. Почти миллиард. И еще мы хотели предоставить Фортуму полтора миллиарда льгот. То есть это два с половиной миллиарда. Бюджет легко раздает компаниям. Нехилым компаниям. И при этом мы наращиваем собственный долг. И не можем оплатить. Сегодня Умгаева будет выступать. Ольга Умгаева. И вот она приводит такие цифры. Вот просто даже катастрофические. Вот ежемесячное пособие малоимущим семьям на ребенка до 16 лет составляет у нас 243 рубля. Понимаете? Там дальше есть убийственные цифры. И мы предоставляем при этом, не можем заплатить 44% вот таких у нас семей, которым мы предоставляем льготы. Это одинокие матери, это алименты и так далее. Вот по госдолгу. Как можно сегодня иметь такой госдолг, который за два года вырос на 2 миллиарда, за два года правления Хасикова, на 2 миллиарда рублей. И при этом мы предоставляем льготы. Вот Черноземельский район, мне жалуются люди, говорят, нам, Сергей Викторович, вы там поднимите вопрос. Мы не можем, Белый дом нам не разрешает КТК предъявить штрафные санкции и претензии по долгу. 260 миллионов рублей. Все, спасибо. Пожалуйста. Иначе на случай не будет состоять. Долгий делал. Пожалуйста. По государственной долгой 6,590, как вы сказали, 6,6 миллиарда. Причина увеличения долга за 19, за 20 год, это, прежде всего, финансирование мероприятий по предотвращению распространения пандемии. Это первое. Второе, это финансирование национальных проектов. На участии национальных проектов здесь хотел бы сказать сразу, что у нас есть такие моменты, объекты, где финансирование. Федеральная 98, финансирование республикация 2%, ну, условно, если на тех же цифрах 100 рублей, необходимо 98,2, но по проекту с местной документацией это 120. Соответственно, на тех же 20 рублей мы добавляем, и это и приводит к тому, что привлечению средств заемных, я имею в виду. В частности, предоставление год, налоговых год, ну, я думаю, что это вообще нужно все эти вещи разделить. В частности, укола, то история 2014 года, в 2014 году, когда укол заходил в республику работы, тогда и бывало предоставленные годы на 7 лет, которые заканчиваются в следующем году на имущество организации. Объем ее в первоначальном варианте, ну, первая сумма, ну, начальная сумма 350, соответственно, она у нас сейчас, из-за того, что в амортизации и так далее, сумма налогов снижается. В части КПК, здесь я хочу сказать, что вообще 12 года у нас федеральное законодательство работает, соответственно, с которым арендная плата, она устанавливается, как размер ее, как 2% в кадарской стоимости. Соответственно, начиная там с 15 года, КПК руководится федеральным законодательством, устанавливая, ну, и осуществляет ее плату, арендная плата в таком размере, то есть 2% кадарской стоимости. Федеральное законодательство не имеет, и контрагенты наши платащики не руководятся этим законодательством. В части того, что даем и платы не даем, но здесь я думаю, что нужно в любом случае находить компромиссное решение, да? Все мы говорим о том, чтобы создавать климат, чтобы заходили сюда компании, то, наверное, нужно находить какое-то контрагентное решение, которое устраивала и компания, как нового подписчика, и республику, что мы сейчас и пытаемся делать по факту. Хорошо, спасибо, Анатолийович. Все, пожалуйста, да Николай, я не еще гернусь. Пожалуйста, Николай, у вас вопрос. А, выступать вы будете? А, давайте вопрос. У меня вопрос. В общем, у меня вопрос такого характера. Вот на сегодняшний день по улице Кленово заболонирована школа на 750 мест, Сапаэр оплачен 27 миллионов. Ну, в принципе, правда, финансирована и школа нет. В чем проблема, в чем причина? Школы, конечно, нужны. Но у нас же три школы, где сданы срок самостоятельных проектов, и, насколько я знаю, там не хватает средств. Николай, что было сделать так. Значит, дополнительно выделить класс сюда, чтобы закрыли эти деньги, а потом на следующий год, ему скажем, заняться и новую школу. Как вы считаете? Спасибо. В большинстве части школы по улице Кленово, как уже ранее сказали, проектно-смертно сделано, не сформировано в социальном рамках индивидуальной программы развития. Дальше наши пути здесь проект на сегодня уже имеются. Соответственно, необходимо формировать документ, пакет документов, и его направлять в Минпрос России для того, чтобы участвовать в том же конкурсном отборе для получения сусидий. В части тех школ, которые вы сказали, здесь вопрос не финансирования, а те, что средства, да, были средства федеральные, были средства республиканские. В случае там, где необходимо было дополнительно, этот вопрос по прошлому году он отшел, здесь я имею в виду, как-то на комитете он отставил по силу Тройства. Там необходимо было и на благоустройство дополнительно этот вопрос, средства выделить. Эти вопросы были, они решены, средства в виде дотакции, они доведены в прошлом году району. Поэтому сейчас вот просто, ну, право, это не главная программа, часть официальной сферы, когда мы ее формировали, была договорена с ПАИОМИ, что мы формируем проект на смертную документацию, а дальше подаем документы для участия в национальном проекте, тоже образовании, либо там это федеральная адресная институтная программа. Поэтому по этой школе сейчас вот будут формироваться документы и подаваться на бюджеты 22, 23, 24. Нет, ну, мне непонятно, я же четко ее задал. Всящемность выделили в власть средства. Я понимаю, что школа у нас злой. Ну, давай тогда, к примеру, я приду по Горбековски. Когда, до каких пор будет этот самый, как и в Кадесской корпус, будет все задавать? По благоустройству в прошлом? А в части? Да, тогда если средства вообще выданы, почему школы не сдаются вовремя? По Горбековску в части средств, которые выделены в федеральном бюджете, вопрос полностью решен. Почему не сдаются? В части федеральных средств вопрос полностью решен. Но я думаю, здесь есть недали, недостатки, которые необходимо нарушать. Почему детский сад кубу денег сдаются? Ну, кубу-льта... Я могу вам 20 объектов привести к примеру. Что вы срываете национальный проект на сегодняшний день. Вы говорите, что деньги есть, вы выделите деньги, а объекты вовремя не сдаются. Я абсолютно дожду наше выступление, это, да, конкретизируете, если такая необходимость есть. Вы выступление вопросы завершаете. Базар за согласен. Уважаемая Черстанжич, ну, во-первых, позвольте вас поблагодарить, что принятый закон депутатами Народного хурала 11 марта на 22 сессии в части проведения публичных слушаний по исполнению бюджета и поправкам в бюджет вами реализован. Есть небольшое пожелание в том, чтобы все-таки привлекать побольше общественности на данные публичные мероприятия. И, а Черстанжич, у меня вопрос. Вот анализ исполнения республиканского бюджета за 2020 год в соответствии с законодательством о бюджетном процессе. Помимо того, что вы глава республики, вносит в Народный хурал в парламент Республики Калмыкия, соответствующий проект закона, у нас еще контрольно-счетная палата Республики Калмыкия до 1 июня проводит внешнюю оценку годового исполнения республиканского бюджета. Вот как раз анализ, тот, который был проведен внешней проверкой КСТ за 2020 год, говорит о том, что у нас из 21 государственной программы, 18 государственных программ, на основании которых утвержден республиканский бюджет, как раз не дотягивают до уровня финансированных 100%. Самая проблемная государственная программа – это развитие здравоохранения Республики Калмыкия. На сегодняшний день у нас 387 летальных случаев. Обращение межфракционной группы с открытым письмом президенту Российской Федерации об открытии все-таки многоинфункционального госпиталя, который необходим был у Республики с последующим использованием под инфекционным больницам, говорит о том, что государственную программу здравоохранения Республики по итогам 2020 года мы не исполнили в полном объеме. Это касается и государственной программы развития сельских территорий. Вторая проблема, о которой мы говорим – это засуха, сельских территорий, которые поднимали в том числе и депутаты Народного хурауса. Суммы средств, которые пришли на основание распоряжения правительства Российской Федерации – 562 миллиона рублей 77 сельхозпредприятием, да и 1431 крестьянка фермерцев хозяйством – средства недостаточно. Об этом вы все прекрасно знаете. Что касается анализа и реализации государственных программ, вы все-таки отчет санджечь? Может быть, с учетом того, что необходимо проработать и принимать государственные программы? У вас есть постановление правительства Республики Калмыкия, которое говорит, что мы всегда должны проводить оценку эффективности реализации госпрограмм. Может быть, и мы, соответственно, будем работать над тем, что не будем надувать все цифры по достижению целей показателей, а будем работать с конкретными доходными источниками, которые есть в Республике Калмыки. Это один момент. Второй момент в структуре государственного долга, о чем бы я сказал, о чем в санжении. У нас, к сожалению, процент соотношения внешних заимствований говорит о том, что 61% мы заимствуем от кредитных коммерческих организаций, 61%. При этом мы с вами пользуемся только бюджетными кредитами на уровне 40%. Это второй момент. И третий момент, который необходимо все-таки, о чем санжечь, при корректировке, при принятии республиканского бюджета, все-таки учитывать налоговые и неналоговые заходы. Ведь на сегодняшний день анализ исполнения республиканского бюджета за 2020 год говорит о том, что мы с вами не исполнили план приватизации республиканского имущества, которое вы принимаете в постановлении правительства Республики Калмыки на заседании правительства. То есть в чем необходимость принимать заведомо имущество, которое не может быть реализовано. Поэтому, Ачаст Андреевич, у меня вопрос, что будем делать по проблемным объектам, о котором мои коллеги уже высказались. Я имею в виду, в том числе, школы Селитроиска, инфраструктурные объекты, которые не доведены до ума, хотя в рамках соглашения срок ввода в эксплуатацию этой школы в селе Троиска был в прошлый год. Это один момент и показать Мукодетскому корпусу аналогичную ситуацию. Спасибо. Вопросы. То есть выходит два вопроса, да? Пожалуйста. Даже три вопроса. В частности объекта я еще раз хочу сфинансироваться. В частности финансирования вопросов не состоит, где-то в тех уровнях, которые были выделены. Я думаю, здесь более детально ответственно на эти вопросы. Я думаю, что это наши полномочные органы должны ответить. Но в целом, я так думаю, что, наверное, есть определенное влияние оказалось компения. Вот Игорь Викторович уже перел, к примеру, с Львовым костом, то, наверное, и, насколько мне известно, то по школе Селитроиска тоже была хуже аналогичная ситуация. В части государственных программ, здесь я, конечно, согласен, мы как раз это вчера в спинах Минфин обсуждали этот вопрос у себя в рамках подготовки и формирования бюджета на будущее, в частности, что необходимо нам, наверное, с коллегами уже были вместе начать работу, чтобы унести изменения в государственные программы. В первую очередь, посмотреть мероприятия, которые есть, посмотреть статус этих мероприятий, программ и так далее. Ну, как бы, вот, например, приходить в ветеринарию, сейчас как бы, ну, есть предложение такое, из мероприятия перевозить под программу. Я думаю, что это тоже необходимо посмотреть в части. Ну, провести, в общем, милитаризация по каждой госпрограмме, посмотрите мероприятия и, соответственно, их финансовое исключение, финансовое наполнение. В части государственного долга, да, та структура, которая сейчас есть, она отложилась. По текущему году задача удержать, по каждой первой пять месяцев мы удержали уровень долга на уровне начала года. Ну, и сейчас, я думаю, начнется работа, чтобы запускать мероприятия по замещению коммерческой жены, о чем говорил президент Стану. Хорошо, здесь понятно, но для того, чтобы закрыть вопрос по объектам, которые озвучил Николая Дмитриевича, Согласна Александровна, в период вечера, может, вы пару слов скажите, чтобы было понятно, не было право. Да, конечно, скажу, там причины абсолютно, наверное, с одной стороны технически, с другой стороны администрации. Ну, я скажу так, что мы в любом случае это будем доделывать, как будто мы в сроке нарушения согласия, по одному объекту что касается кадетского корпуса, там действительно подрядчик, 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 подрядчик со своими счетами арестованными, не относящаяся деятельность к строительству этому объекту, чтобы там у него с налогом сейчас будем разбираться. Естественно, на законных основаниях эти счета он обязан просто разблокировать, он деятель не может принять, соответственно, купить оплату, все очень просто. Что касается кадетского корпуса, там действительно уже осталась прилегающая территория, которую необходимо согласно проекту облагородить. Сам процесс учебный там в корпусах идет. Там та же история, на самом деле. сейчас история такая, что, естественно, затраты, которые понес подрядчик, они превышают, или обязан понести, наверное, они превышают проектную стоимость, то есть смету они превышают. Изначально история была такова, что сам проект, конечно, он требовал более тщательной доработки и корректировки в свое время. Но я не буду сейчас технику погружать, это действительно проблема существует, и нам ничего не остается делать, принимать решение о том, чтобы подрядчик закончил эту ситуацию. Он провел перерасчет сметной стоимости, и он это все провел через Главгосэкспертизу, то есть Главгосэкспертиза подтвердила, что стоимость является выше, чем проектная сметная. Но вот сейчас будем определяться, как это дело все профинансирует. Поэтому с этими объектами согласен, да, действительно, есть проблемы определенные. Но могу сказать, что однозначно она будет закрыта. Еще раз говорю, где-то есть сейчас в процессе обсуждения, как из этих ситуаций выходить. Поэтому я не буду здесь. Смысла нет сейчас. Хорошо. Спасибо за ту информацию дополнительную, что вы получили. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще желающие выступить. Да, выступление начинает. Не-не-не, вопрос. Я предоставил, как вы припаздываете все время. Почему припаздываете? Пожалуйста, только лаконичнее конкретно. Давайте не будем торопиться. Мы раз три месяца собираемся. Я понимаю. Не вы шаги тут сидите за столом. Я понимаю. Пожалуйста. Чаще, чаще собираться. Надо. Я же называю его раз. А вы все куда-то едете. Один на столом. Прям последний день прямо сделали. Вот на комитет не пришли. Чего не пришли на комитет? Ну, тут, конечно, тоже бывает иногда. Да вот, видите. Ну, пожалуйста. Лаконичнее. Так. Ну, у меня несколько вопросов. Первое. Это вот коротко там. Да, нет. Говорят то, что по ледовой арене тут соглашением увеличили, ну, или планируют увеличивать эту сроку на 70 миллионов. Просто да, нет? Нет. Нет, да? Все. Далее, смотрите. Вот тут многое сейчас здесь говорили. За то, что вот срывок по нацпроектам, да, постройкам. Все это осознают, все это видят. То, что это асфальт. Ну, в то же время, вот вот под тем же самым пресловутым премием, да, по которым, так, мы не получили ответ. Не за девятнадцатый год, когда по исполнению я задавал это, при планирующей главной республике. Сейчас за двадцатый год аналогично, да, вот эти поощрения по исполнению, там, каких-то целевых показателей, там, да, снова у нас премируется, там, министерство. Причем, в тенденции, вот так вот сравнить, да, там, в прошлый раз мы возмущались по девятнадцатому году, почему момент природы получила 6 миллионов 300. В этом году момент природы получила, да, миллион 600. Ну, просто интересно, значит, они в два раза что-то перестали выполнять. По цифре аналогично, в прошлом, за девятнадцатый год они получили 4 миллиона 800. В этом году, за двадцатый год они получили 1 миллион 466 тысяч. Это вопрос, да? Конечно. Под вопрос, подводить не подводить. Конечно, значит, я же задаю же вопрос. Ну, то же самое, министерство, да, 2 миллиона 600 получила. Вроде у нас строили такие, там, то же самое, министерство, да, 700 тысяч получили. Минфин, да, 3 миллиона 500 получила. У нас возрос, там, госдолг, на сколько там, Муцевик еще говорил, на 2 миллиона, наверное, 1,5 миллиона. Просто мы хотим, там, тот же самый аппарат правительства, 12 миллионов 300, да, получать. У нас вопрос уже в очередной раз. Вот я, конечно, хотел задать этот вопрос во всей республике. Мы его там уже даже публично пригласили, но для нового инфраструктурные мероприятия, наверное, поважнее, там, или, там, беседа, там, с всякими блогерами. Сейчас потерь. Я понимаю, я потерь. Поэтому, честно говоря, вам, как заданному председателю и министру финансову, вопрос. Когда вы, ну, и нам, депутатам, и всему народу объясните метод распределения этих поощрений, этих премий, по каким показателям, какие они показатели выполняют, если мы видим в итоге везде срывы, недочеты, еще что-то, куча, там, оправданий по всему этому. А какие вот показатели, которые они выполняют, что они получают такие премии? Он у нас в результате подмаянно ходит здесь, там, с этими инвалидами, да? Там, в просьбе, там, чтобы они предоставили жилье, она там с одной съемной квартиры, на другую съемную. Денег человека нету вообще. Значит, первый вопрос, не хотят распределения. Да. Дальше. Ну, вот, 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 вот. Пожалуйста. Пожалуйста. Ответ. Потому что мы должны выступить в преступление. Мы не можем сидеть в одной точке. Ну, я хочу сказать, что есть у нас указ предпринят. Указ предпринят, указ председателя страны, 25-го апреля, 19-го года, т.д. 193. В соответствии с этим указом осуществляется оценка эффективности деятельности органов исполнительного муниципального образования субъектов Российской Федерации. И еще месячек годно у нас, получается, осуществляется Минэкономное развитие мониторинг достижения любых показателей. В этом указе там у нас порядка 14 показателей, и насколько, как, и вот Минэкономное развитие, оно отслеживает или мониторит прошедший отчетный период, насколько исполнены любые показатели. И вот по итогам, получается, проектированного мониторинга, республика, она заняла по сфорному рейтингу 19-е место, и 13-е место – это по рейтингу показателей экономического блока и по показателям социального блока 65-летия. То есть, исходя из этих достигнутых показателей, достигнутого места, было выделено всю грант из федерального бюджета в конце прошлого года на основании приспоряжения правительства за 74,8 миллиона рублей. И эти, получается, эти средства, далее они были распределены между органами государственной власти, между органами муниципального управления, между органами местного муниципального образования. Все эти решения о распределении до каждого органа, они были оформлены распоряжением другой республики. И внутри уже каждое министерство распределило ту сумму, которую они получили между своими штуржниками. Вот механизм. Вопрос был, вопрос-ответ. Механизм ответили. Есть ли что-то выступление о фабрии? Нет, время, конечно. Я задаю вопрос не так, как отслуживание федерального. Я прекрасно понимаю, народ понимает, что там федерального. Здесь распределение именно от главы по этим министерствам, потому что я писал эти депутатские запросы, все ссылаются на главу. В том числе и вы. То, что вот тут глава распределяет. По какому принципу распределяет? Почему у нас получает Минспорт 800 тысяч, а Минфин, допустим, 3,5 миллиона? Вы же не можете сказать, почему вы получили Минфин 3,5 миллиона? Вы можете сказать только так распределил глава. Правильно? Да. А каким образом? Вот я же говорил, можно как-то через вас, я не знаю, все-таки, потому что мою главу уже, не знаю, за правила взял, надо выходить на сессии кодов. Спросить, каким образом он распределяет? Пускай народ весь видит, как, вот тут, что, кто, какие показатели выполняет. Ну, давайте, это не компетенция. Нет, он как заместитель председателя правительства, я думаю, он компетенция. Он то, что знает, кто знает, кто знает. Если больше, то, что я сейчас сияю. Приступаем к выступлению. Пожалуйста, Николаевич. Уважаемые коллеги, превышенные, но сегодня мы принимаем отчет в исполнении бюджета в 20-м году. Хочу отметить, все-таки, по национальным проектам у нас идет провальная ситуация, значит, и мы сегодня, значит, не получили ответственности, ищем, и так далее, и так далее. Ну, говорят, что пандемия. Понятно, что пандемия. Понятно, но жить-то надо, в конце концов, так? Это первый. Второй. Значит, во время пандемии, мы же сдали объекты детского сада, который выводит, значит, детского сада, в Путербургской районе, в Римановичах, значит, сдали во время пандемии, значит, в Истинском районе, в Афганзе, Мея-Саткинском районе. А там, что получается, пандемии нет, что ли, а там, где в Афганзе, есть пандемия, и в связи с этим у нас живые национальные проекты. Я считаю, что это неправильно. Значит, вот вопрос встает, значит, по индивидуальному проекту развития, плану развития. Значит, у нас запланировано на 19-е, 20-е годы, значит, 32 объекта водоподготовки, значит, водоподачи, водочистки и так далее, и так далее. Я не знаю, кто придумал, значит, в один год, значит, свернуть все вот эти вот 32 объекта, и одним годом, значит, выиграли там какая-то подмосковная фирма. На сегодняшний день, в счастье, в принципе, документации готовы, значит, прошли государственные экспертизы. Опять же, я подчеркиваю, прошли государственные экспертизы таким же образом, как проходили, значит, по национальным проектам. На сегодняшний день часть вот этих вот пресс-документаций, они с изъявлены, с нарушения СНИПа. Значит, такие проекции уже не имеются. Ну, я вам просто приведу пример по Яшкове, значит, там вот тоже по водным полосцентрирование, значит, я бы не связывал. Ну, в принципе, там просто геодейские взяли, с потолка вылепили, а вы знаете, что у нас Яшков, Яшковский район, значит, с подземной водой, и так далее, засолением, и так далее, и так далее. Там необходимо очень плотно подходить, и, в общем-то, индивидуально для них каким-то образом подходить к тем объектам, которые будут строиться. В этом, значит, я хочу отметить, что государственная экспертинция, которая проводится в Республике Калмыкия, значит, я не знаю, кто ее проводит, это, значит, я думаю, что правительство Республики Калмыкия знает и доверяет, и доверяет, надо, как бы, и спросить с этого. Почему из года в год правительственная документация, которая делается, приходит с изъявленной, и мы сегодня же опять по этим, значит, направлениям проваливаем, значит, сами проекты, и государственные, значит, планы, проекты, значит, по 21 направлениям, значит, почти ежегодно. В наше время находятся причины. Где контроль? Почему так происходит? Министр финансов, заместитель председателя не может ответить. Есть присутствие председателя правительства. Я попросил, вот мы на каждой сессии, на принятии, значит, отчеты, об этом все время говорим, но, в принципе, вот такие ответы, невнятные, мы получаем каждый раз. Нас чем-то принять, говорят, вот вы составите какие-то недочеты, и все увидите, недочеты увидите. Да мы не увидите недочеты, мы просто хабхак-то говорим. Объясните, пожалуйста, нам. В чем проблема? Почему эти объекты не издаются? Вот мы сегодня говорили про ледовую арену. Не знаю, нужды или нет, но в народе, говорят, ну какой смысл его строить? Вы знаете, как вы не думаете? Жители в Калмытии спрашивают, как вы живете, когда у вас там 50-градская жара? Жители отвечают, а мы с единицей выходим. Так вот, смысл такой есть, и все прекрасно понимают, что этот объект будет платным. Дети туда, если состоятельные родители, конечно, они смогут там ребенка повисеть, остальные не пойдут. Пример, урад арена. Вы там видели, значит, кучу детей, которые на плавание ходят и занимаются. Все платное так. Зачем нам такие вещи говорили, что там будут дети находиться и так далее, и так далее? В чем будет платное так? Тем более там инвестор вкладывает свои деньги, которые он должен отбить в течение 3-5 лет. А вопрос я хочу задать. Когда мы для детей, республика Калмыкия, создадим условия, чтобы они отдохнули за лет? Вопрос строительства детского лагеря отдыха в республике Калмыкия назовел давным-давно. Если, например, мы везем туда инвесторов, значит, или попросим лукойл и так далее, значит, монстров этих наших. Мы на 300 и 500 мест детский лагер круглогодичного содержали, чтобы дети дети там обитали. Мы можем построить. Об этом вопрос не стоит. Второй ответ. Значит, училище искусственное. Единственное училище в мире, будем говорить так, у нас больше училища таких мест, которые готовят нас к преподавателям и так далее. 5 лет мы его, значит, никак не можем привезти, вывести его, значит, на строительство. А вы знаете о том, что здание этого училища находится в аварийном состоянии. Там нельзя, чтобы дети, преподаватели учились. Оно может в любое время, значит, завалилось. Мы опять молчим. Когда это будет во время. Поэтому, с учетом этого, значит, фракция не поддерживает отчет и мы будем бросать против. Спасибо. В позиции ясно. Еще желаю выступить. Пожалуйста, Владимир. Уважаемый отец Андреевич, мы подходит сегодня официальный докладчик по правительству законного исполнения бюджета в 2020 год, поскольку Батух Сергеевич, к сожалению, в очередной раз нет. Все-таки, отец Андреевич, к вам просьба. Это было бы важных проблем, которые здесь в республике. И депутаты почему высказывают основную эту проблему? О том, что у нас нет, к сожалению, диалога, нет обсуждения тех вопросов, над которыми надо работать. Ведь если было бы соответствующее взаимодействие, то, наверное, сегодня и по здравоохранению, по сельскому хозяйству, поскольку они сегодня являются основными кластерами, в том числе и в экономическом, стабильном экономическом развитии республики Калмыкия. Это было бы, наверное, и вам, в том числе и Полевна, как официального представителя. Ведь закон республики, когда мы принимали в декабре 2019 года, принимался совершенно с другими параметрами части доходных, расходных и цифр дефицита бюджета. Сегодня эти цифры совершенно другие. Мы понимаем, что в соответствии с утвержденной методикой, кассовое исполнение идет в пределах лимитных обязательств, которые, в принципе, выдержаны. Мы говорим о том, что принимая законы республики Калмыкия о трехлетнем бюджете, мы берем ответственность, в том числе, когда коллеги депутаты говорят, что это не только, скажем так, документальный закон, но это еще возможность адресно, все-таки, с учетом послания президента, о котором мне сегодня очень приятно было, что вы ссылались на послание президента, на адресные социальные помощи, на меры реализации государственной поддержки. Это очень правильно, отчетственно, есть общее пожелание, все-таки нас приглашать и взаимодействовать. Спасибо. Хорошо, спасибо. Больше, пожалуйста, Антон Борисович. Просто по времени. Не, я вот как раз по высказанию Антон Сажитовича, да, по ряде Литовой арены, то, что сейчас там работает представитель МБУ «Автодор», да, может действительно прямо по окончании сессии с представителями прокуратуры пойти и посмотреть туда, проверить, есть ли у МБУ «Автодор» там договор подряда там с подрядчиком, да, на каком основании, действительно, сейчас ямочными работами надо заниматься. Не успеем. А они, там, на каком основании они там осуществляют работу? Дело в том, что уже на протяжении, там, не знаю, там точно, уже нескольких недель они там находятся, все это прекрасно знают. Есть представитель правительства, я думаю, его полномочия. Нет, я же, может быть, сотрудникам правоохранительных органов, наверное. Больше бога. Потому что, ну, на каком основании, 200 миллионов выделено туда, и там что-то не хватило. Спасибо. Пожалуйста, Марсир Владимирович. Ну, ответами министра финансов я не удовлетворен. Значит, он говорит тихо, невнятно, приводит не те вещи, о которых он должен говорить прямо, открыто. И, хотя голос у него мощный, вот здесь он накатывал на Сагларбакину, я еще делал замечание, у него командирский голос оказывается. А сейчас он специально вот тихеньким голосом таким произносит, не очень понятно и не слышно. У меня два, как бы, замечания, вот, в своем выступлении хочу отметить. По долгу, о котором я сказал КТК по Экибрульскому и Черноземецкому району, мне сказали, что на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2020 год Юрий Викторович обещал подать в суд. Хотелось бы услышать, подали, не подали в суд по этим суммам. Сумма-то значительная. И, вот, последняя поездка на Петербургский экономический форум. Ездило более десятка представителей Калмыкии. Стоимость участия одного человека стоила 840-960 тысяч рублей. То есть, потрачено, ну, по сведениям из сетей, около 10 миллионов рублей на эту поездку. Я считаю, что поездка бесполезная. Это просто тусовка. Ну, на тусовках можно побывать, тоже полезно бывает, но за чей счет? При условиях, когда, вот, я сказал, что если у нас детские пособия в месяц составляют 243 рубля, а вот еще дальше цифры. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и детей военнослужащих, проходящих службу, 365 рублей в месяц. И по малоимущим, я уже сказал, 243 рубля. И вот таких детей, которые считаются, проживают, вернее, в малоимущих семьях, 29 тысяч детей. Или 44,8% от общего количества детей. Представляете, половина детей не может нормально питаться, не говоря о том, что нормально одеться и в нормальных условиях жить. Поэтому, в таких условиях, поездки вот на такие форумы, с такой стоимостью, там, 10 миллионов, это, я не знаю, вообще недопустимо, я считаю, для первых лиц. Второе, вот, то, что касается премии. Чир Санжевич говорит, приводит какие-то показатели, там, 15-16 место. Мы знаем основные показатели. Это самая низкая заработная плата, это самая высокая закредитованность населения, это самая высокая безработица, вот, вчера сообщили, до 9% в Калмыкии и так далее. Вот, долг бюджетный и так далее. Это, вот, самые основные показатели, мы там проболелись. И уже, я думаю, наверное, мы не поднимемся с такими управленцами. И поэтому, не надо нам приводить невнятные показатели, а говорить надо основные, главные. Я понимаю, когда премии раздаются исполнителям, да, у них низкая зарплата, исполнителям, которые работают в министерствах и ведомствах, ради бога. Им даже надо увеличить, потому что у них так же затяжела жизнь, как вот по детям. И у них, у самих детей, и учатся, студенты, конечно, нужно иметь больший доход. А люди, которые в высшем эшелоне власти, получают гораздо большие суммы, о которых мы вот в прошлом году слышали, услышали и были шокированы. По 5-20 миллионов. Поэтому, я считаю, это недопустимо для людей, которые пришли управлять и которые заявляли, что они борются с коррупцией, что недопустимо будет допускать к должностям родственников, знакомых и так далее. Друзей, а это сейчас сплошь и рядом у Батухасиков. Сплошь и рядом. Начиная с муниципальных учреждений и кончая с государственными. Вот поэтому я считаю, что вот эти премии и все прочие вещи, они позволяют все-таки эти пособия увеличивать. Потому что затраты, это те Мерседесы, это вот сегодня я заходил, вот мимо меня два лимузина проехало. Я посмотрел, один из них номер 209, я не знаю, чья это машина. Шикарная машина. Какая надобность ездить на таких машинах нашим чиновникам? Ну, купите себе там за 2-3 миллиона какую-нибудь хендайку, в которой есть микроклимат и все опции. 2-3 миллиона, я думаю, это позволительно для таких управленцев вашего уровня. Спасибо. Время. Спасибо за пожелание. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы вопрос обсуждали очень основательно, серьезно. Я думаю, что оно для пользы дела и тем, кто говорил, и тем, кто слушал решение комитета. Уважаемые коллеги, Доктор Сумын, здоровый день. Комитет народного права парламента Республики Каламытия подведет в комиссии политики и предпринимательской собственности. Посмотрев проект законы Республики Каламытия по исполнению Республики Каламытия за 30-30 год, решил рекомендовать народным правом парламента Республики Каламытия к принятию данного проекта. Уважаемые коллеги, если не возникли противоречия, прошу подготовиться к голосованию. Кто решение комитета ЗАЗУЧ, на проект у вас на руках, кто за? 20. Кто против? 5. Кто против? А, ну да. Уважаемые коллеги, вопрос рассмотрен, есть такое предложение. Вот у нас до 12 есть время, может мы давайте все-таки на этой волне рассмотрим фонс? И зачем делаем период? Минут на 15 попьем чай. Поэтому рассматривается следующий вопрос в повестке дня. По проекту постановления Народного Курала об исполнении бюджета территориального фонда обязательного института заказания главой вносится Республики, докладывает Сергей Калуевич Аксубаев. Пожалуйста. Значит, до 10 минут, и потом вопросы и обсуждения, если не возникли. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые предприниматели Народного Курала, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. К вашему вниманию представлены проект закон о республике Калмытия по выполнению бюджета территориального фонда обязательного института страхования за 2020 год. Разработанный в соответствии с требованиями Бюджетного Кураса Российской Федерации, Федерального закона номер 326, по обязательному институту страхования в Российской Федерации, закон о республике Калмытия об бюджетном процессе Республики Калмытия. В таком институте полнытия по 16 декабря 2019 года номер 78 по бюджете сперфонда обязательного медицинского страхования на 2020 год общий объем доходов в период суммы 3,658,906,800 рублей. Анализ исполнения бюджета фонда за 2020 год показал следующее. Остатый финансовый следственный расчет на расчеты по состоянию на 1 января 2020 года составлял 52,983,000 рублей. В том числе это субвенция федерального фонда 32,287,000 рублей, когда идет на разрешение расчетов за декабрь 2019 года. 1,762,000 рублей получили поступки по налоговым доходам, также направляется на завершение расчетов. 12,842,000 рублей средства НСЗ на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда подлежат возврату в бюджет федерального фонда. И 13,90,000 рублей средства НСЗ на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, а также по приобретению и ремонту медицинского оборудования. Они зарезервированы были на 1 партнер 2020 года. Так, доходная часть бюджета поступили средства в размере 3,709,696,000 рублей, что на 50,7 миллиона рублей больше, чем было утверждено. Процент исполнения составил 101,4. Основная часть доходов бюджета фонда составили средства бюджета федерального фонда, в сумме 3,586,663,000 рублей, прочие межбюджетные трансферки 118,780,000 рублей, налоговые и неналоговые доходы 17,094,000 рублей, и доходы от возврата остатков субвенций и межбюджетных трансферов в прошлых лет 1,532,000 рублей, и возврат остатков субвенций и межбюджетных трансферов в прошлых лет со знаками 1,14,374,000 рублей. Всего налоговые и неналоговые доходы за 2020 год поступили в сумме 17,094,000 рублей, что на 8,6,1,000 рублей меньше, чем прогнозировалось в бюджете. Процент исполнения составил 66,5% от всех поступлений. Неисполнение планов показателей связано с приостановлением проведения планов политико-экономических экспертиз и экспертиз качества оказания медицинской помощи. Есть такое предложение, уважаемые коллеги. У нас бумаги вот лежат, да? Вот сами цифры понятны. Но цифры нужна может какая-то расшифровка, Сергей. Ну вот доходная часть. Вот цифры назвал, какие проблемы? И где вы их видите в реализации? Мы понимаем, исполнение для чего слушается? Чтобы понимать, куда идти залпы. Где есть проблемы, пожелания депутатов и так далее. Исполнение бюджета. Вот так-то, так-то, так-то. Какие проблемы? То есть попробуй переформатировать нам в течение 5-7 минут. Значит, ну, по налоговым и наукам мы не добрали немножко суммы, в связи с приостановкой всех проверок и недоступлением страхных санкций. По безвозмездным поступлениям от других бюджетных бюджетных системы. Здесь у нас идет везде стопроцентное исполнение. Здесь, как бы, проблем нет. По доходам от других территорий у нас идет перевыполнение на 26 миллионов. Здесь, как бы, отмечается положительная динамика работы наших медицинских учреждений. Ну, это вот уже приятно. Плюс дополнительно поступила на борьбу с ковидом из федерального фонда 38,5 миллионов. Ну, это то, что касается доходной части. По расходам, значит, расходы исполнены на 100% принятым в нашей бюджетной войске сапог. Практически по всем статьям расходов, по всем исполненным, на 100%. Проблемным вопросом у нас является, что остаток средств на 31 декабря 2020 года у нас был 44 миллиона 177 тысяч рублей. Из них, значит, 140 тысяч – это остаток средств в субъектах федерального фонда. Ну, они, как бы, направляются, опять, на нашу программу. Исполнено 992 тысяч – это денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации. И профилактических осмотров они подлежат возврату федеральных фонда. Но это в связи с тем, что были приостановлены все профилактические мероприятия. Так, и, как бы, проблема – это 34 миллиона 268 тысяч рублей – это средства НСЗН на софинансирование расходных медицинских организаций на оплату труда. Эти средства подлежат возврату в бюджет федерального фонда. То есть это дополнительные деньги, которые, ну, медицинские организации, если привлекают медработников, которых нет в штатном расписании, мы выделяемся, финансируем эти деньги. Но в наши вечерние учреждения, к сожалению, не приезжают в медработники из других территорий. Понятно, в принципе, даже вот обозначил эти 4-5 проблем. Они решают ли? Ну, специализация у нас возобновилась, поэтому по онкологии проблем не будет, мы их совсем освоим. А, значит, по софинансированию на оплату труда, тут надо как-то привлекать медработников. Ну, и как вы с министром решили это делать? Ну, здесь мы с министром не сможем взвоем решить. То есть это надо, чтобы главы районов, муниципалитетов помогали специалистам приезжать на село, там, обеспечивать их или какими-то работами, или жильем служебным. Ну, вот для того и вы с министром. Пожалуйста, вопросы. Уважаемые коллеги, пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый Сергей Харович, вы сегодня официальный докладчик по проекту закона об исполнении бюджета фонда в 2020 год. У меня вопрос в продолжении, в принципе, обозначенных проблем, о которых вы сказали. По софинансированию расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала 34 миллиона 268 тысяч рублей подлежит возврату в федеральный фонд в связи с отсутствием потребностей медицинских организаций. Это один момент, почему это сложилось. И по анализу исполнения бюджета фонда у вас существует задолженность. Во-первых, перед медицинскими организациями нашими, которые оказывали помощь за пределами республики в Коломене, она на конец 2020 года составила 32 миллиона 832 тысячи 600. И задолженность территориального фонда других территорий за лечение граждан в республике составила 74 миллиона 547 тысяч 800 рублей. И как, что будем делать с кредиторской задолженностью в этом году, да, и что вами предпринимается конкретно с точкой среды? Ну, значит, по нашим учреждениям мы уже в январе-феврале всем деньги вернули, то есть погасили кредиторскую задолженность. То, что касается других территорий, этот долг у нас сокращается, если он 3 года назад был 240 миллионов, то сейчас уже 76 миллионов. И как бы он из месяца в месяц у нас сокращается. Может быть, на конец года мы попробуем без долгов даже сократить. Нет, мы обсуждаем о исполнении бюджета за 2020 год, то есть положилась кредиторская задолженность. Какие меры предпринимаются? То есть вы ее спешите, что вы сделаете, Сергей Карлович? И по неиспользованным остаткам будем под условием. То есть на начало года у нас была кредиторская задолженность 132,8 миллиона на начало 2020 года. На, получается, конец года у нас задолженность 74,2 миллиона. Плюс мы еще оплатили, приняли счетов на 309 миллионов рублей, оплатили мы 368 миллионов рублей. То есть частично погасили? Да, погасили. Это значит, постановлением правительства Российской Федерации утверждается сумма, которая направляется в регион, на софинансирование оплаты труда медработникам. То есть в прошлом году для республики Калмития было в этом постановлении практически 37 миллионов рублей. Значит, использовано было 3 миллиона, ну, там, с небольшим, и вот 34 миллиона оказались не отребованы. Они в январе месяце были отправлены в федеральный фонд. Почему оказались не отребованы? Потому что в нашу республику не приехали медработники дополнительные. Ну, может быть, это среди с кандидом они. Потому что в позав прошлом году тоже мы возвращали, но возвращали мы тогда 13 миллионов рублей. То есть потребность была больше. Понятно. Значит, еще вопросы. Пожалуйста, Николай Ильич. Николай Игоревич, какова сумма, по второй, мы уже сказали, с вами людей, разговаривали, значит, по второй, нет. Задолженность. Так, в целом предиторская задолженность на 1 января у нас 300 миллионов была. Из них, значит, 147 миллионов, это по второй статье, ну, это на 1 января 2020 года. На 1 января, получается, 21 года у нас была задолженность общая подвигов, что это 457 миллионов. Из них по второй статье есть 27 миллионов рублей. То есть у лечения идет? У лечения. Спасибо. Еще вопросы. А причина? И каким образом из этой ситуации мы не находим? Я думаю, что он уменьшается, а у нас, получается, долг нарастает. Да, долг нарастает. Связано это с, ну, опять же... Связано, чем я знаю. А что делать? Мы вот с Ачестан Живичем две недели назад были в Федеральном фонде. Как бы проговаривали, ну, во-первых, изменения в итоге господиления субвенции. Ну, Федеральный фонд, мы там нашли понимание, они нам даже подсказывают, по какому-то китике. Вот. Плюс, в этот же период Федеральный фонд начал собирать активно по всем территориям информацию о тренировочной задолженности в текущей жизни. Потому что такая ситуация, ну, не только в Калмитии, а по всей стране. И, ну, на достаточно высоком уровне, как бы, нам там заявили, что идет сейчас работа, ну, в правительстве Российской Федерации по частичному и полному подышению к кредитовской задолженности. Спасибо. Желающий выставок, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, я просто пройдя кредитовскую задолженность, хочу отметить, что на сегодняшний день, к сожалению, по второй статье, значит, мы нарастили долг, в связи с тем, мы знаем. Я хочу сказать, что это выполнение майского указа президента Российской Федерации, когда начали увеличение заработной платы. И, естественно, конечно, руководители центральных районных больниц, значит, министерства, она выполняла, значит, майские указы и каким-то образом нужно было выполнять. Каким образом? Естественно, конечно, не платить. Вторую статью они всего хотели чистую заработную плату, значит, и это накопилось. Я думаю, что сегодня правительству необходимо или каким-то образом выходить предложениями на фонд, или же решать вопрос, значит, на уровне правительства Российской Федерации. Мы же, если постепенно будем опять, значит, увеличение заработной платы, он стоит, как накладывал на комитете министра здравоохранения, да. И, естественно, у нас идет отток врачей, средний медицинский персонал, и сегодня стоит вопрос, значит, вопрос решать о повышенном заработном плате эти категории, значит, медицинских работников. Этот вопрос все равно у нас встанет. Поэтому, я считаю, сегодня необходимо, значит, принимать какие-то меры на уровне правительства, на уровне, значит, переговоров вести с фондом. Я думаю, и говорим, необходимо подключаться к этому уровню, потому что я считаю, что министерство финансово, значит, и фонд, который управляет регионально, недостаточно, чтобы этот вопрос решить. Надо первым лицом выходить, но решать эту проблему. Спасибо. Спасибо за пожелание. К соглашениям о подоставлении бюджету республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета республики Палмыкия, заключенных между министерством финансов, Российской Федерацией и правительством республики. Власти правительства республики, первые заместители докладывают по поручению, с председателями, пожалуйста, отечественные. Уважаемый Владимир Алексеевич, уважаемые депутаты, приглашённые. Ваше внимание представляет проект закон на республике о подтверждении дополнительных соглашений. Соглашение о предоставлении бюджета республики из федерального бюджета бюджета бюджетных кредитов для покрытия дефицита бюджета заключенных между министерством финансов Российской Федерации и правительством республики Палмыкия. Ну, вы знаете, в конце 17-го года была допущена программа республики бюджетных кредитов. То есть, начиная с 18-го года новые бюджетные кредиты в федеральном бюджете не предоставляют, так называемые четверткосрочные, подночестные. Вместо этого была допущена процедура потрата бюджетных кредитов в течение 7 лет. Сейчас это срок уже 12 лет. И были утверждены правила. Соответственно, с этими правилами необходимо те дополнительные соглашения, которые заключаются и подписываются на правительском коммунистическом республике и Минфином России, к уже заключенным соглашениям, которые были подписаны при предоставлении бюджетных кредитов до 17-го года. Эти соглашения необходимо утвердить в Дерковном субъекту Российской Федерации. В конце, ну, мы эту работу с вами в течение 18-19-20-х годов проделали, когда вносились изменения в правила, мы, соответственно, подписывали новые соглашения и утверждали его законом. Так вот, в конце 20-го года постановлением правительства Российской Федерации, за номер 20-91, 21-го года, вносили новые изменения в правила. Эти изменения чего коснулись? В 21-м году приведен новый график возврата бюджетных кредитов, то есть, если дополнительное соглашение действовало в графике до 20% от остатка задолженности, то уже в новом графике 25-го года. Соответственно, освобождается средство по 21-му году, ну, по 22-му, по 23-му, по 24-му. И в данном дополнительном соглашении утверждается направление, куда можно направлять освобождаемые средства. То есть, в первую очередь, это создание инфраструктуры для новых бюджетных инвестиционных проектов, создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Именно создание инфраструктуры за счет средств бюджета. Второй момент, это финансовое обеспечение мероприятий, связанных с финансированием, противодействия распространения коронавирусной инфекции. Третий момент, это допускается консультация снижения по 21-му году, объема поступления на область и наоборот заходов. И четвертый момент, высвобождаемые средства, приглашается направлять или разрешается направлять на финансирование региональных проектов в рамках федеральных и национальных проектов. То есть, вот четыре те направления, которые мы можем направлять в высоко бюджетные средства в результате изменения графика квадрата задолженности по бюджетным кредитам. Ну а уже в 22-м, 23-м, 24-м остается одно направление, это создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Ну и, как я уже сказал, дополнительные соглашения не подписаны, а в соответствии с правилами подписаны дополнительные соглашения, необходимо подтвердить законы в республике Калмыкия. В связи с чем мы вносим данный проект на рассмотрение и просим поддержать его. Спасибо за внимание. Коллеги, пожалуйста, вопросы к Алексею Санкт-Петербурге. Нет. Нет, желающие выступить. Нет, на комитете так рассматривали, потому что само понятение, состояние, не всем было ясно, поэтому уточняли бы и у вас. Ну, пожалуйста, тогда решение комитета. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Давайте мы по постановлению определимся, кто за. Кто за. Кто за. И не на вас. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Сейчас на дверь, присаживайтесь. Вот нам нужные вещи. Значит, уважаемые коллеги, рассмотрелся вопрос номер 6. Проект законы республики обнесения изменений в техновое уважение к конституции республики Калмыкия. У нас, уважаемые коллеги, два вопроса, которые мы получили документы от прокуратуры, да и с нами имели в виду понятийные дела, связанные с новой редакцией Конституции Российской Федерации. Поэтому, пожалуйста, Михаил Михайлович, представитель комитета. Комитет, выносится комитетом, пожалуйста. За, уважаемые коллеги, данный законопроект разработан раптор проводимой работы по приведению республиканского законодательства в соответствии с федеральным законодательством. Федеральным наклоном от 30 апреля номер 116 внесены уточнения, которые касаются ограничений для замещения ряда должностей, в том числе для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с наличием гражданства в возрасте иностранного государства, либо права на постоянное проживание у него. Кроме того, законом Российской Федерации от 14 марта внесены изменения в статье 77 Конституции Российской Федерации, которыми установлено, что высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, в скобках, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. В этой связи с законопроектом предлагается внести изменения в статью 25 степного уложения. В связи с уточнением федерального закономерства и полномочий Конституционного Суда Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в статью 28 и 35 степного уложения. В соответствии с пунктом по статье 77 Конституции Российской Федерации Судопроизводства прокуратуры, национальная законодательство относится к вопросам введения Российской Федерации, по предметам которых принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. В этой связи с целью недопущения вмешательства в исключительное видение Российской Федерации законопроекту предлагается признать в правительственной силу отдельное положение степного уложения. Но это в целом все. Поэтому для справки проект возник на основе экспертного заключения управления юстицией нашей республики и обращения прокуратуры по необходимости несения изменений степного уложения республики Павлуки. Все отзывы положительные, есть небольшое уточнение Пересинского городского собрания, который предлагает, что при наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, что для их осуществления нужно сопроводить это все материальными и финансовыми средствами. Но комитет полагает, что это полномочия федерального законодателя. Все, спасибо. Уважаемый Михаил Николаевич, Вы обозначили, что проект разработан на основании письма прокуратуры республики Павлукия. Вы смогли бы нас обозначить? Это видно. Никто не оспаривает право проведения соответствия с 116 федеральным законодателями иностранных гражданств, о чем мы как депутаты поддерживаем, в том числе и я, наличие иностранных счетов, криптовалюты и так далее. Но ряд вносимых изменений в проект закон о внесении изменений степного уложения у меня вызывает вопросы. Во-первых, это касается статьи 28. У нас в соответствии с законом о народном хурале председатель народного хурала со дня подписания закона и принятия, точнее, закона народным хуралом в течение пяти дней направляет главе республики для подписания. Чем вызвана инициатива снятия этого срока? Это один момент. Михаил Николаевич, вопрос к вам как разработчику. Второй вопрос касается структуры народного хурала, признания утрачиваем статью 36 Конституции степного уложения республики Калмыкия. Ведь принцип разделения властей, который в принципе заложен в самом главном фундаментальном документе для Калмыкии, это степное уложение Конституции республики Калмыкия. Почему, Михаил Николаевич, вы не вносите изменения в эту статью 36? И третий момент. Процедура отклонения законопроекта, которая предусмотрена действующим республиканским законопроектом, она бесспорна. Ну, зачем еще в данном случае дополнять какими-то незначительными параметрами? Поэтому дайте, пожалуйста, основание и письмо прокуратуру. Спасибо. Спасибо. Анатолий, все предлагаю, чтобы посуществить в вопросах все-таки юридический отдел нашего аппарата дал пояснение. Наши отзывы сейчас, что рядом с собой нету. Ну, я думаю, согласен. Вы письмо получите прямо сейчас в перерыве можно получить. В чем сейчас письма носите? В чем? Есть отзывные письма, образованные такие. Значит, поэтому... Ну, я же не могу носить, я всегда доверяю только документам. Поэтому и мое обращение сегодня в начале сессии было продиктовано. Хочу знать позицию надзонной организацией. Будем вам присылать. Имеет право. Имеет право на это дело. Значит, и уважаемые коллеги, ну, вообще, согласно, с замечанием всем, надо, если есть вопросы, которые хотелось бы знать, надо проходить на состояние комитета. Артур Васильевич, работа комитета, это не основополагающая площадка. А основополагающая площадка, это сельсия народного права. А решение комитета вносит, Антур Васильевич, рекомендательный характер. Вы сами про это знаете. На сельсиях принимается выработанное коллегиальное решение по принятию закона. Хорошо. Ну, давайте мы так договоримся, что мы тут сейчас уточняли, что это сложно. Есть решение комитета, он его озвучил. Если по каким-то вопросам есть согласно сомнения, давайте мы попробуем тогда разобраться с разработчиками непосредственно, тем, кто делал эту ситуацию. Так, еще вопросы. Да, пожалуйста. Это Анатолий, а кто был ваш администратор? Ну, он же назвал. Председатель народного права. Что? Изменение в суду, наружение председатель. Не, ну, вы подождите. Вы меняете, значит, основной законодатель, уважение Конституции и службы Калмыгии. И как так, это с эпохой раз, давайте запримем сейчас. Никто ничего не объясняет. Почему прокуратура внесла это письмо? С чем мы наружаем? Почему? Объясните. Поступило действие в заключение управления честиций и обращение прокуратуры о необходимости внесения изменения степного вложения. На основе этого родился этот законопроект. Они что там написали? Именно это необходимо, чтобы поменять? Нет. Именно эти статьи надо убрать? Да, указаны. Ага. Ну, кто подписал? Где документы? Ну, я считаю, что мы тогда походе хотим поменять из Конституции, да? И сегодня никто ничего не может сказать. Николай Деич, если оно поступило вопрос, я думаю, что я знакомлю. Уже вы-то, наверное, знакомлю с этим. К сожалению, я могу признаться, здесь заявительность. Я первый раз слышу об этом. Кто был инициатором, значит, я смотрю, что комитет инициировался. А почему комитет и откуда комитет это появилось, вот я при вас всем говорю. Что я прям сейчас слышу о том, кто инициировал это. Хотя являются, естественно, председателя Народного форума Республики Калмыки. Я считаю, что, во-первых, вопрос это не подготовлен. Часть депутатов вообще об этом не знает. И он уточнял в повестке дня, уважаемые коллеги. Но мы его утвердили в повестке дня. Значит, поэтому над этим работали специалисты, работал комитет. Мнения можно иметь разные, но комитет рассмотрел данный вопрос и вносит на рассмотрение. Значит, можно голосовать за, против, уточнить этот и другой вопрос. Значит, это основополагающие принципы не меняются. Там меняются только те положения, которые связаны с федеральным законом по изменению организационных условий. Или организационных условий. В принципе, так. Анатолий Васильевич, я считаю, что на сегодняшний день, вот когда мы сейчас здесь ждем, значит, поездку дня, я пока не понимаю, но на сегодняшний день вы не дали ответ, на основании чего, значит, комитет предлагает, рекомендует принять этот закон. Нету основы никакой. А вы сейчас говорите, давайте проведем, я вам хочу сказать, следующий этап будет, значит, у нас и так раскол идет, значит, с половинным органом, с главой республики Камуки, значит, и на сегодняшний день между правами. Вы сейчас не выглубляете ее. Нет, нет. Вы на грех заводите. С главой не связаны. Нет, это связано с главой. Не надо здесь так сказать. Нет, это закон на главе. Анатолий Васильевич, ну, мы же, так сказать, не в лесу родились. Мы все прекрасно понимаем. Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, это нельзя. Уважаемые коллеги, вот у нас и выходите аппарата здесь, и представители прокуратуры, которые работают с нами по законодательству. Начало рассмотрения этого вопроса, где у нас надежда, пожалуйста. Уважаемые депутаты, Николай Иванович как раз был на комитете по законодательству, и он голосовал за этот проект, и не понимал, что причины. Экспертное заключение есть? Информация прокуратуры есть у следований банка? Информация. Как бы это не потому, что кто-то что-то придумал. Это приведение социальной законодательству, и мы обязаны привести в соответствии с федеральным законодательством. Заключение все дать депутатам. Друзья мои, значит, я должен сказать в отношении аппарата, что вы тут тень на претенье наводитесь. Значит, когда я вызвал Ружина, к которому я доложила, значит, она об этих, значит, статьях вообще ничего не говорила. Она сказала, что мы приводим с Конституцией, которая принята, извинения, которая принята в июне прошлого года. По 36-му закону, значит, и по сроку, значит, этот вопрос вообще не стоял. Если, например, аппарат до конца не доводит или что-то делать, вы давайте сами отвечайте за это. Я, например, еще раз говорю, я об этом не знал. Так, ладно. Значит, есть чем разобраться, я разберусь. Пожалуйста. Я считаю и поддерживаю, согласен Александровну и Николаю Евгеньевичу, в той части, что мы говорим об изменениях Конституции, основной закон Республики Калмыкия, поэтому так походя его, по-моему, никому не дано вносить изменения, нужно подходить серьезно к этому делу. Раз депутат просит представить заключение прокуратуры или письмо, надо представить сейчас. И то, что мы не можем, там вопрос, мы можем вопрос в течение даже заседания снять с повестки дня, если есть причины, основа для этого, и есть воля депутата. Поэтому не надо здесь вводить заблуждение, что вот повестка принята, и все, нельзя с ней ничего не сделать. Значит, ваше предложение понятно. Заключение сейчас представим все. Наверное, Борисович, принесут все заключения прокуратуры, Минюста и так далее. Николай Евгеньевич, извини, меня самодеятельностью не занимается. Заключение? Да, да, да. Я говорю о том, что поскольку принесите, где Минюст и лаборатору, да, да, предлагают извинили семьи. Меня это интересует, для рассмотрения, а потом заключение. Николай Евгеньевич, что тут есть заключение, у меня нет вообще никаких заключений. Ну, принесут заключение, уважаемые коллеги. Есть заключение, но люди докладывают, что на комитете они были. На комитете распроизводитель комитета. Сергей Васильевич, вообще парадоксальная ситуация. У руководителя аппарата народного права на руках все документы, включая информацию, оценку внешнего годового исполнения республиканского бюджета, ОМСа и так далее. Заключение по всем проектам законов, а у депутатов, голосующих за качественное принятие законопроекта, в этих документах нет. Все, принесут эти документы и в будущем выйдут деньги. Мы же мотивировали появление должности руководителя аппарата тем, что для улучшения работы, для координации. А сейчас мы видим, я вижу, как она оговаривается с депутатом, не прямо сейчас, а час назад, с Агларбакеновой. Поэтому я считаю, это непозволительное поведение. Нужно четко отвечать просто на вопрос. И не перебивать, и не спорить здесь. Получается, наоборот, деструктивно вносится в работу. Депутата нельзя принижать, Антон Васильевич, мы избираемся на прямых выборах. Ну, понятно, все мы, и вы, и я. Я же говорю, все депутаты. А то, что касается недоработки аппарата, мы будем над этим работать. Значит, пожалуйста, будем, в любом случае, есть вопрос, есть решение капитета, будем рассматривать. А бумаги принесем сейчас. Все заключения. Тоже, вот, как я поддерживаю, все-таки, как десантная конституция нашей республики Калмыкия, меняется, если есть даже хоть у одного какие-то сомнения, я считаю, надо рассматривать, либо предоставить все документы, здесь рассматривать на сессию, либо откладывать этот вопрос. И хотел бы и руководителя аппарата, и вам, Антон Васильевич, первый раз заключение сделать, в том плане, то, что... Ну, вы мне не можете заключать. Ну, только я передаю частью вашего выражения, то, что вы говорите, то, что вот на комитете рассматриваются, но комитет это что, это, не знаю, орган заключительной инстанции, но тогда там не принимайте закон. Если комитеты для того, чтобы для обсуждения, разговоров нет, кто-то смог поприснуться на комитете, кто-то нет, окончательной все-таки площадкой является сессиям. И здесь никто не имеет права говорить то, что вот на комитете рассматривали, да даже если проголосовали на комитете, так здесь окончательно именно на сессии. У человека за это время могли возникнуть вопросы, он мог возникнуть более глобально в этот вопрос. Что за такие? Ну если вы так говорите, что на комитете, на комитете законы и принимайте тогда. На фракции законы принимайте, а здесь что, просто пришли карточкой и помахали там, и все. Что такое отношение к цессии? Нет, подождите, вы такие однозначные люди. Логично. Нет, ну я все не прав, но сейчас вот сказали, вот Николай Ильич, вы там проголосовали. Ну а что тогда они спрашивали? Ну все тогда, значит, приняли закон на комитете. Значит, разговоры, просто не говорите, вы можете с ней комитет идти. Ну, другое дело, что какой-то документ он не увидел, не усмотрел. Но мы, уважаемые коллеги, имеем положительное заключение от всех партнеров по созданию правовой базы. Ну, можно иметь разную точку зрения, сердиться на аппарат. С аппаратом будем разбираться потихонечку, устраивать. Ну, на меня еще сердиться. А можно, пока не несут документы, огласить эту статью 36-ю? В смысле? Ну, огласить. Как она звучит? Формулировку. Ну, я прошу, как депутат, давайте озвучим статью 36-ю. Значит, Михаил Михайлович, я на... Нет, у меня нету, во-первых, да. Во-вторых, здесь же это закон проекта. Если нету ли, сейчас 36-ю, кстати, у вас выяснили. 20-я. В проекте есть же законы, и 36-я. Вот шестой пункт. Уважаемые коллеги, ну, понятно все, значит, заключение представили, да? Пожалуйста. Вот, на будущее будет у всех заключение, чтобы не спекулировали на это. Можно уважать, а не уважать. Да. Уважаемые коллеги. Значит, министерство и все два письма. Вот они. Значит, и письмо прокуратуры. Вот они. Все, кто... Значит, вот эти письма. Письма. Значит, ну, мы сейчас тут же в течение сессии... Ну, я вам отдам это все. Значит... Будем голосовать. Да, будем голосовать. Всем, что понятно. Так сначала отдайте письма. Отдам это там сейчас. Уважаемые коллеги, есть решение комитета. Рассматриваем на комитете. Не надо унижать комитет тоже нам. Ну, что мы. Там комитет. Там работали со специалистами. Значит, работали с теми документами, которые вот я отдам сейчас. Значит, поэтому... Уважаемые коллеги, я все-таки считаю, что можно там сердиться друг на друга, а не сердиться. Ну, давайте вот все-таки поставим данный вопрос на голосование. А решение комитета... А бумаги я вот сейчас... Пожалуйста, извиняюсь, если их не дали раньше, если кто-то хотел получить. Пожалуйста. Пожалуйста. Решение комитета... Пожалуйста. Решение комитета... Пожалуйста. Рекомендовать народному праву принять данный законопроект. Пожалуйста. Уважаемый коллеги, решение комитета озвучено. Пошло определиться о голосовании. Ну, есть вопрос. Да. Так, все-таки предчисляем. Такая есть? Нет. Нет. Я не могу сказать, что это заключение. Я не прочитаю. Да. Да. Но здесь, сперва, заключение проводят... Да все-все зачитывают. А? Все зачитывают. Управление юстиции Министерства юстиции Российской Федерации по РК на основании положения о Министерстве юстиции Российской Федерации утверждено указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года номер 13-13. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации. Положение об управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 марта 2014 года номер 26. Об утверждении положения в управлении Министерством юстиции Российской Федерации по субъекту Российской Федерации и перечне управления Министерством юстиции Российской Федерации по субъекту МРТА провело правовую экспертизу степного уложения Конституции Республики и Палмыкия от 5.04.94 редакция 14.01. Мы просто время теряем, мы каждому раздадим, но никто на пустом месте ничего не устраивает. Да, да, мы раздадим, поэтому, уважаемые коллеги, мы раздадим сейчас каждому, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, в связи с решением комитета прошу определиться по голосованию. А в чем спешка, не пойму. Ну мы приняли комитетом, ну что мы унижаем комитеты друг друга. Ну и что? Нет, ну решили зачитать, давайте зачитаем. Какие проблемы? Она есть вот здесь в изменении, в проекте. И это очень важная статья, поэтому я просил ее зачитать. Там же вы скрываете суть новшества вашего. Ну давайте тогда, чего, открыто все. Вот подозрительность, она вообще мешает нам наработать, кто-то чего-то скрывает. Уважаемые коллеги, мы вам раздадим эти все документы, значит вы их изучите. Там с лету три листа по описанию по каждой статье, да вы их на слух даже не примете. Антон Росеев, мы сейчас будем голосовать. Не надо, в общем, сейчас проголосуемся. Вы хотите проголосовать, да, справа? Вы хотите аппарата говорить. А мы же до сих пор не знаем, что там написано. Сейчас, вы говорите, 36-й статьи там в этом нет. Так поймаете? Откуда она появилась здесь в проекте? Вы сами вызываете сомнение у нас в ваше поведение. То так, то это, то давайте зачитаем, то давайте прекратим, то давайте принесем, то давайте после мы вас ознакомим. И что за суета такая? Значит, вот документы вы запросили, мы вам даем. У нас есть решение комитета. Я вношу предложение. Кто за принятие решения комитета, прошу право саду. И получите все документы. Спасибо, уважаемые коллеги. Решение принято. А дальше кто против? Вы не учитываете, что? А? Давайте еще раз. 18, ну что мы? Команда поступила, 18 подняли. Ну зачем? Ну вы же так сказали. Значит, документы мы все вам разложим и всем раздать. Все документы и в будущем, чтобы не было председательства, так сказать, позлома отключения. Разложить и отдать все документы. И то, что на комитете кто-то не пришел и так далее, а потом уточняем. Ну мы же комитеты для того проводим. За неделю, как ты сказал, Настя Викторович, давайте проводить. Мы их за неделю проводим. Для того, чтобы можно было... Ну не всегда. Мы продолжаем нашу вопрос. Значит, возьмите документы и всем представьте. Я говорю руководитель аппарата. Уважаемые коллеги, рассматривается следующий вопрос в повестке дня о внесении изменений законодательной республики в вопросном изделии. Виктор Васильевич, извиняюсь, а процедура-то вы кто за, а кто был? Ну что, считать не будем? Ну, вы же 18 посчитали. Ну, если надо, я прошу прощения. Если есть замечания, за, вы посчитали, кто против? О, Казачко против. Зафиксировано. Кто против, пожалуйста. 6. 6. Все. Водержав 7. Как 6-7? Вы же подняли. Ну, я выбросил. Вот, я выбежал. Один выбежал. Ну, все. 25 человек, 18 и так далее. Значит, мнение большинства тоже надо уважать. Уважаемые коллеги, рассматривается проект закон о внесении изменений в закон республики, о главе республики. Вносится комитетом. Еще одно из направлений. Пожалуйста, Николай. Ну, я полагаю, что это зафиксирование мнений. Вспомним. Но, все равно, я коротко изложу. Федеральным законом, уважаемые коллеги, федеральным законом от 30 апреля 2021 года, номер 116, внесены уточнения в ряд законодательных актов, касающих ограничений для замещения ряда должностей, в том числе для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в связи с наличием гражданства в скобках подданства иностранного государства, либо права на постоянное проживание в нем. В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в часть 2 статьи 3 и часть 2 статьи 10 закона РК главе республики. Законом Российской Федерации от 14 марта 2020 года, номер 1, в статье 95 Конституции Российской Федерации, термин, член Совета Федерации заменен термином сенатора. В связи с тем, законопроекту предлагается внести изменения в пункт 14 статьи 6 закона РК главе республики, в части о назначении представителя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти РК. Указанные главы республики должности руководителя администрации главы республики и его заместителя, постоянного представителя РК при президенте Российской Федерации, включены в реестр должностей государственной гражданской службы. В связи с этим, распространение на указанных лиц ограничений, установленных для членов правительства Российской Федерации, как для лиц, замещающих государственной должности, не соответствует действующим законодательству. По этим же, основания не соотносятся с нормами действующего законодательства и распространения на указанных лиц основания увольнения, поскольку основания увольнения указанных гражданских служащих установлены федеральным законом государственной гражданской службы. Таким образом, цельных устранений противоречия действующего республиканского законодательства законопроекту предлагается внести изменения статью 7 и 7.1 ТРК о дворе пресвободного муки. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. У меня уточняющий Михаил Николаевич, как разработчик заключения прокуратуры, озвучен. Данный, доработанный проект закона РК о внесении и введении закона РК о главе республики рассмотрит. Замечаний правового характера по представленному проекту не имеется. Первый заместитель прокурора, старший советник Вогвинов. Спасибо. Обожаю вращение. Евгения Михайловича Дозухина про кто определится с голосованием? Кто за? Кто против? Сколько? 24, да. Кто против? 0. А кто воздержался? 1. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Если очень у нас с вами будут сомнения, когда поработаем не на лету, а так вот мы поправки в бюджет в нас в ближайшее время будут, внесем изменения. Если действительно мы найдем какую-то, так сказать, правовую коллизию, значит, изучив документы еще раз, внесем изменения. Это же, ну только опять через комитет, ну как положено, мы не будем, чтобы мы решение комитета могли трансформировать. Вопрос номер 8. Следующий проект закона о республике внести не изменяющийся в закон о порядке назначения деятельности мировой суде Республики Толгутия. Внося Верховным Судом Республики поручено доложить заместительному представлению Верховного Суда с ангажей его Артуру Владимировичу. Артур, разрешите, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый депутат народного форума. Вашему вниманию предлагается проект закона о республике Толгутия внести не изменяющих статью 3 закона республики Толгутия о порядке назначений деятельности мировых судей Республики Толгутия. Данный законопроект направлен на проведение уже указанного закона республики в соответствии с законом Российской Федерации остатки судей Российской Федерации и федеральном закону по мировым судей Российской Федерации. Согласно действующей редакции закона Калмыкии мировой судья впервые назначается на срок 3 года и повторный последующих назначений на должность мирового судья назначается на срок 5 лет. Федеральным законам от 5 апреля 2021 года внесены изменения в статью 11 закона Российской Федерации о статусе судей и в статью 7 федерального закона о мировых судьях. Согласно внесенным поправкам, при повторном назначение на должность мирового судья назначается на соответствующую должность без ограничения срока полномочия. Законопроектом предлагается внести в статью 3 закона Республики Калмыкия изменения, изложив часть второй данной статьи в новой редакции, согласно которой при повторном назначении на должность мирового судья назначается на соответствующую должность без ограничения срока полномочия. Федеральным законом 5 апреля 2021 года федеральный закон вступает в силу по течение 90 дней со дня в официальном вековании, то есть 5 июля 2021 года. С учетом этого, вступление в силу настоящего законопроекта также предлагается установить 5 июля 2021 года. Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в инновативные акты и кочейки в разоград бюджета. В связи с этим просим поддержать проект закона Республики Калмыкия внесения изменений в статье 3 закона Республики Калмыкия по порядке назначения деятельностей мирового судья Республики Калмыкия, внесенной в народный курал Республики Калмыкия, в исполненном судом Республики. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, в себе законодательная инициатива озвучил информацию. Есть вопросы? Нет вопросов. Выступление? Нет. Михаил Иванович, решение комитета. Решение комитета рекомендовать народному куралу Республику Калмыкия принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, голосуем. Кто за? Кто? Уважаемые коллеги, вопрос номер 10. Проект закона, директор постановления. Проект постановления народного курала парламента о докладе о деятельности уполномоченных по правам региона. Девятый? А, я извиняюсь. Я не перелесну. Девятый. Изменение водительной законодательной акции Республики Калмыкия в сфере по поведению коррупции. Вновь сапоглубленную законодательную инициативу Ивине Николаевне поручено доложить. Дай мне промышленку. Уважаемые депутаты, добрый день. Вашему вниманию представлены разработанные по культуре Республики проект законы. Он разработан в шее реализации установленной с 1 января 2021 года федеральным законодательством обязанности для лифт, замещающих государственные и муниципальные должности, а также для государственных муниципальных служащих. Наследие полномочий, по которым лечу за собой обязанность предоставлять средние о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также средние доходы об имуществе и обязательствах имущественного характера своих членов семьи и совершеннолетних детей и конкурсов. Так вот, для этой категории граждан, в случае, если общая сумма сделок превышает общий доход на возрасте членов семьи за три последних года его доходы, то, в большинстве отчетного материала, то они в составе этих средних расходов должны указывать в том числе сделки по приобретению цифровой финансовых активов и цифровой валюты. В этой среде законопроектам предлагается в пять региональных законах заполнить соответствующим положением, в частности, это закон о ректорозамещающих государственных должностях Республики Калмыкии, о некоторых вопросах правила регулирования муниципальной службы Республики Калмыкии, о государственной гражданской службе Республики Калмыкии и о некоторых вопросах организации местного управления Республики Калмыкии. Кроме того, законопроектам предлагается, с учетом поправок, которые внесены были указом президента РФ на 1878 о мерах по реализации обесплаживания федерального закона Центрального финансового дела, уточнить полномочия органов, которые осуществляют проверки безсоверности полномочия средств и доходов об имуществе и обязательствах имущественного характера. В части направления запросов кредитной организации, налоговые органы РФ и органы, начальщие государственную федерацию прав на недвижимое имущество и операция информационных систем. То есть в соответствии с указом президента РФ такие запросы могут направлять лишь лица, перечень которых подтвержден указом президента РФ. К примеру, если это интересно, на уровне субъекта это глава Республики Калмыкии, председатель народного курала, заместитель и председатель избирательных комиссий, в связи с эквалифицированных судей субъекта РФ СССР, председатель судов, прокурор субъекта, руководитель следственного комиссия и так далее. Кроме того, представленным законопроектом мы предлагаем дополнить действующую статью 4 закона РФ о правительстве РФ, который установлен в перечине запрета в ограничении для членов регионального правительства, замещающего должности. Мы предлагаем готовить обязанности, чтобы передавали доверительное управление на заимствование не только находящегося в собственности доли пакета акций в установленном капитале коммерческого экзажа, ну и соответственно с правой финансовой акции. Принятие предлагаемого нами законопроекта не потребует финансовых затрат и без публиканского бюджета, он не содержит абстрактный фактор, поэтому прошу депутатов поддержать представленный законопроект и принять его заключение. Благодарю за мою мнение. Спасибо, Ирина Николаевна. Есть вопросы к Ирине Николаевне? Нет. Нет. А выступления есть? Нет. Решение комитета, Николай Михайлович? Решение комитета, рекомендовать Народному Куралу Республики Коммунитет принять данный законопроект. Решение комитета озвучено, если не возникли никаких противоречий, давайте проголосуем. Кто за? Постановление. 25. Единогласно. Спасибо, Ирина Николаевна, спасибо, уважаемые депутаты. А мы продолжаем на работу. И вопрос номер 10. Постановление Народного Курала. По докладе деятельностью полномочия по правам ребенка вносится к председателям Народного Курала. Докладывает Ольга Мария Яновна. Умгаева-Вальонина. Какая просьба? Мы получили от вас дому материалы, разглали депутатам. Спасибо. Они есть у нас. Сегодня даже нам Сергей цитировал там ряд цифр. Они полезны, оказывается, лучшими. Значит, поэтому до 10 минут, а дальше мы уходим на вопросы ответа. Не будет разрешения? То есть, пожалуйста. Добрый день, уважаемое собрание. Я действительно постаралась вложиться в 10 минут. Все это репетируемо, но пробую вам рассказать быстро. В соответствии с федеральным республиканским законодательством, полномочия осуществляет деятельность в целях обеспечения защиты прав, свободы, законных интересов детей в республике Калмыки. Численность детей в республике на начало 2020 года составляла 65106 человек. В последние несколько лет она остается стабильно низко. Сравнительный анализ музык детских возрастных групп показывает, что с каждым годом уменьшается не только численность детей в целом, но и численность детей младшего возраста. Данные Асфальстата подтверждают, что в республике сформирована четкая тенденция к снижению численности детей. Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,5300. При этом для сохранения простого воспроизводства населения, для стран с высокой продолжительностью жизни и низкой смертностью необходимо, чтобы сужение производили на свет 205 детей. То есть суммарный коэффициент должен быть больше двух. Не только материальные трудности, но и неуверенно в завтрашнем дне заставляют молодежь откладывать не только время рождения детей, но и сам брак. По-прежнему велика доля тех, кто брак расторгает. Считаю задачей правительства республики создание условий для трудоустройства граждан получениями доходов, позволяющими обеспечить качественный уровень жизненности детям. Почерпнуло именно условия для трудоустройства, наряду, конечно, с выплатами, которые, безусловно, тоже значимы. В 20-м году гуманитетством социального развития осуществлялись выплаты семян и детьми по 15 направлениям, в том числе в связи с пандемией, в установленных размерах, в зависимости от материального положения и возраста детей. Только же личная пособие молодежь и семьи в 20-м году, как уже было процесировано в моем докладе, было выплачено от 25 тысяч детей. Именно условно 45% детей в Калмаке живет молодежь и молодежь и семьи. Доклады за предыдущие годы я неоднократно подчеркнула мидерность и неэффективность указанной выплаты. Всего на поддержку семей и детьми в 20-м году Министерством социального развития Республики будет направлено чуть более 2 миллиардов рублей. Уже на протяжении нескольких лет отмечается и острый кадровый кризис детских и медицинских учреждений в Республике, в большинстве связанных с низким уровнем заработных классов. На 1 января 2020 года в Республике работает сего, который в 102 врача-федиатора. Комплексовность составляет 57%. При этом я сходил отметить, что в период пандемии 2020 года не поступало ни одного вращения, связанного с организацией лечения диких от новой инфекции. Наши врачи молодцы, справились. На слайде видно, что произошел урос численных детей, страдающих психическими заболеваниями и расстройствами поведения. Данная информация имеет весомое значение для системы образования, признанной обучать и создавать условия для обучения всех детей, в том числе с особенностями развития. На результате демографии, образования, здравоохранения, социального обеспечения важно составлять качество жизнестей и значительных законных интересов для безопасности. В цели укрепления законности обеспечения правопорядка в регионе и эффективности решения проблем декриминализации в подростковой среде Глава Республики совместно с прокурором был утвержден план мероприятий по декриминализации преступности несовершеннолетних на 19-20-е годы. Оценить эффективность проведенного в соответствии с планом профилактических мероприятий достаточно трудно. В связи с относительной стабильностью показаний и преступностью по годам. В то же время, без профилактических мероприятий количество правонарушений могло бы быть больше. По информации МВД Республики, в 2020 году произошел рост подростковой преступности. Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, проживает в неполных семьях, находящихся в социально опасном положении. Безответственность взрослых ведет и к наличию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Важным направлением деятельности уполномоченной является работа с жалобами оращения граждан. В 2019 году зарегистрировано на таких 147 обращений. Анализируя тематику обращения к полномоченному, необходимо отметить, что в целом она не потерпела больших изменений по сравнению с предыдущими годами. Огромный спектр проблем заставляет граждан обращаться к полномоченному за оказанием содействия решений вопросов, связанных с материальной помощью, несмотря на предусмотренные меры социальной поддержки. Наиболее типичные обращения и помощь проведены в докладе подробно, вы можете их прочитать. С каждым годом увеличится количество конфликтов на почве определения порядка общения с ребенком. Это тяжелые очень вопросы. И они идут за судебным сопровождением со стороны уполномоченных, а также примеры приведены в докладе. В течение 2022 года уполномоченных обращались к учащейся СПО Республики по вопросам размера положенной материальной помощи, идеального достичения. В октябре обратился студент РФК Калмынского госсуниверситета с жалобой на прекращение ему выплаты жемечного пособия как ребенка-сориотета, обучающему и недостиженому 23 лет. В соответствии с действующим законодательством, в годы после достижения 18 лет представляется только при условии обучения за счет бюджетных средств. Я считаю, что решение мер поддержки детей-сирот при поступлении в образовательное учреждение на платной основе ставит под угрозу возможность получения специальности мечты. В рассматриваемом примере пожарника за обучение старшей сестрой, не имеющей постоянного дохода, была внесена плата без малых 50 тысяч рублей. Заявитель в результате обучения на коммерческой основе лишился поддержки государства на сумме чуть более 100 тысяч рублей в год. В связи с этим качество жизни ребенка-сиротцы значительно ухудшилось. Выражаю вам благодарность, уважаемые депутаты, за поддержку моей инициативы о внесении поправок в законодательство по данному вопросу. Регулярно проводятся различные всероссийские мониторинги. Хочу остановиться на одном, на палеоативной помощи. Необходимо отметить, что палеоативную помощь детям фактически оказывает несколько учреждений, в том числе Дом ребенка, специализированный детский психоневрологический диспансер. В следующем случае в медицинских учреждениях предлагают семьи детей, нуждающихся в оказании противной помощи и услуга социальной передвижки не входит. Самоврождение семьи после смерти ребенка, которым оказывается противная помощь, никто не осуществляет. Результаты мониторинга доведены до сведения уполномоченности президента Российской Федерации по правам ребенка. Проводимые федеральными полномочиями акции призваны направить внимание органов госвласти на те сферы жизни детей, которые существенно отражаются на ее качестве. В сертифе акции «Безопасность детства» совместно с представителями Народной фронты России была проведена и Советом о суд при уполномочении в 2020 году. Были проведены рейды по выявлению объектов, представляющих угрозе безопасности детей. Совместно с молодежкой НЭП проверены ботутные центры в листе Батерпля и Олимп. По итогам проверки в ботутном центре Батерпля выявлены нарушения части безопасности оказания услуг. Допущенные нарушения устранены собственниками. По итогам проверки послужило рассмотрение уполномоченных жалобы гражданки по поводу некачественного представления услуг в развлекательном центре Олимпе, в результате чего получила травма ее несовершеннолетняя дочь. Возбуждение уголовного дела гражданки было отказано. При этом судебно-медицинским аспектам установлено причинение вреда здоровья ребенка средней степени тяжести. В сложившейся ситуации я помогла заявительности привлечь виновников в течение вреда ее дочери гражданцев правой ответственности судом с индивидуальным предприниманием возмещения морального вреда ребенка взысканной денежной компенсации. Как вы уже отметили очень правильно на предыдущих прениях, вопрос об течение безопасности несовершеннолетних учащихся в художественном отделении колледжа искусства Минченкушева, обучающихся в аварийном здании, находился у меня на контроле с 17-го года. Но конструктивная критика по звучащему в прошлогоднем докладе была услышана правительством республики и все-таки дети переведены из этого отделения в основное здание. То есть вопросы угрозы жизни снят. В 20-м году в Волномоченном организованном проведении регионального состава сервисовского конкурса «Письмо солдату о детях войны», посвященное 70-летию победы Великой Отечественной войны. Необходимо отметить активное число членов детского совета при полномочии в общероссийских мероприятиях в полномочии на президенте Российской Федерации по правам ребенка. Также при полномочии на детский совет отцов региона в деятельность совета направлено на формирование развития движения АТУ для укрепления института семьи. Члены совета отцов со своими семьями приняли части в районе Федерации систем в Кульсикай, Каратэ, Республике Калмыки и Лето-2020 зарядка на жизнь. За активную работу пять членов совета в 2020 году награждены почетными гарамотами председателя Совета СССР Российской Федерации по итогам мониторинга соблюдения прав свободы и законных интересов детей Республики Калмыкия в 2020 году можно сделать вывод о необходимости дальнейшей реализации задач детства в области защиты права на жизнь, качественной и доступной медицины, образования, безопасности. Хочу сказать, что институту по наочным по правам ребенка в Республике Калмыкия в этом году 10 лет. За прошедшее десятилетие развивалось законодательство, регулирующее деятельность уполномоченного по правам ребенка, совершенствовались формы и методы защиты прав детей, крепло сотрудничество в данной сфере с органами ГОС, власти, местного соправления, некоммерческими организациями, просто неравнодушными гражданами. Тем не менее, проблемы в заключении прав детей остаются и требуют воевременного решения. Надеюсь на раннейшее с вами сотрудничество. Рабочное. Спасибо, дорогие. Уважаемые коллеги, материал, который вы говорили, я на представлен, действительно, у нас такой солидный. На данный момент сейчас его будет использована в дальнейшей работе, и там, где можно с правительством работать, надо на этом действительно работать. Вот вопрос сразу, правда, сейчас на телефонный звонок у вас, если там все зайдет. Как у вас работать с правительством? Так, по-моему, что можно говорить. Вы знаете, я бы так не буду, Анатолий Васильевич. Я бы хотела, чтобы это взаимодействие было лучше. Но дело в том, что и мы с вами, уважаемые депутаты, все присутствующие, все члены, мы же знакомы, и действительно понимаем результативность работы каждого. Поэтому вот прям хочу при всем сказать большое спасибо Ачиршу Санжичу Шургучееву, поскольку действительно в лице зампредседателя правительства я действительно нахожу большую поддержку. Мы с ним работали давно, я вижу, правом у нас специалиста. В отношении финансирования по всем отраслям, касающихся детства, никаких проблем со стороны этого ведомства не было. Есть какие-то недоработки со стороны органов исполнительной власти по направлениям. Вы же проблемы все перечисляли. Мне бы хотелось, чтобы это взаимодействие было более тесным. И, конечно, вот и уважаемый Юрий Викторович подошел. Я готова к сотрудничеству с темой доклада. Вызывайте меня, я расскажу вам всем, какие я вижу не просто проблемы. Мне кажется, что мой опыт позволяет вам подсказать, пускай это звучит так, направления и пути решения. Потому что здесь присутствуют и, скажем так, люди, которые знают меня не только в должности уполномоченного по правам ребенка, но знают меня и в качестве руководителя, в качестве преподавателя. Вот надеюсь на это. Вот да, будет правильно. Уважаемые коллеги, еще пожалуйста, вопрос. Глава Викторович, пожалуйста. Конечно, хорошо, что вы работаете на этих техниках. Ну, мы это, честно, не видим. Хорошо, что министр финансов вас обеспечили финансами и все остальное. Но у меня есть все такое вопрос. Здесь есть рода. Что мы с ними будем делать? На сегодняшний день, по-моему, уже 680 человек у нас необходимо обеспечить контроль. В том числе, что у нас, по-моему, есть ваши подопечные. Да, да, да. В каком плане, значит, Министерство финансов, правительство Республики, хочет рассчитаться с этими людьми? Спасибо большое за вопрос. Я, если я это говорю, но сразу поправлюсь. А честно, лично не меня обеспечивают финансами, а государственную политику в области защиты детства. В отношении детей-сирот, вы знаете, там есть доклады этот пункт. И я бы хотела сказать, что вот эти болезненные вопросы, когда мы возвращаем деньги в конце года на федеральные средства, на выделение квартир, это вообще, конечно, очень большая беда. И я, опять же, повторюсь, то, что я сказала в отношении, что не срабатывают организационно те механизмы, которые должны этот вопрос регулировать. То есть деньги же пришли, деньги были. А почему это не случилось, это, извините, я не могу вам, вот сейчас, это не мои полномочия. Я могу, конечно, провести мониторинг, если на то будет поручение парламента. Вот на активность мне выставка. Дай бог, дай бог. Еще парламент даст вам такое поручение. Но тут в следующей сессии, хотелось бы услышать, если деньги возвращаются, каким образом, почему не возвращаются, когда у нас такая выучение. Хорошо. У меня вопрос, значит, по вот количеству детей. Вот здесь у нас резкое падение. В 2004 году было 81 тысяча детей, а потом упало на цифру 66. И вот за последний год на тысячу детей упали показатели. Вот, скажем так, за 72-й год примерно, начало 70-й годов, у вас есть цифра? Да. На память? Примерно хотя бы. Да, 80. 80? Да, 80. И у нас вот присутствовала речь, помните, на всех заседаниях в Урале, вот Лидия Давыдовна, которая была министром образования. И она вот каждый раз давала и говорила эту цифру, почему запомнила. Вот когда я была министром образования, у нас было 80 тысяч детей. Мне кажется, больше. Ну, вы же говорили, 70-е годы. Начало 70-е. Словно, в 60-е было еще больше. Но вы понимаете, что вот эта демографическая яма, она, конечно, присутствует во всех регионах. И здесь может быть не только, конечно, только вина, скажем так, нас как вот субъекта, да, поскольку действительно у нас в Афии Российской Федерации идет уменьшение численности. Но у нас проблема такая, что нам действительно не хватает, ну, возможности, что ли, обеспечивать этих детей рожать. Потому что вот мы, может быть, все бы и согласны, но их же надо кормить. И вот эта вот, конечно, тенденция в тех регионах, которые относятся к депрессивным, в том числе и в Калмыкии, она и есть, она дефективная, она отмечена во всех федеральных документах, да. Поэтому мы с вами, я вот и призываю, что если у нас есть такая возможность пропаганды успешности многодетной семьи, то есть у нас есть люди, которые не, скажем так, рожают детей, имея возможность их рожать. Мы их просто не показываем, не пропагандируем, у нас вот замечательные депутаты есть многодетные. Вот то, что это хорошо, очень мало рассказывается, к сожалению, у нас. Мне так кажется. А вот когда у нас в обращениях граждан, на первое место выходит обращение граждан, которые нуждаются в материальной помощи, это, конечно, ужасно, потому что на протяжении последних нескольких лет они все время в числе первых. Вот у меня обратился, я пример хотела вам привести, вот у меня обратился гражданин, отец четверых детей. Он не работает, жена не работает, квартира в залоге, машина, которую он взял для того, чтобы обеспечить семью тоже кредитная, у него сейчас судебные листы в это все отбирают. Что может сделать у полномочных? Я ему рассказываю, в ангроте физических листов, мерах, выплаты, но эти все суммы, они не покрывают его задолженности по кредиту. И, конечно, когда платит мужчина, мы его просили четверых рожать, а помощи он сам сорганизоваться не может. Конечно, бы хотелось, чтобы сорганизовались те, кто могут своих детей все-таки качественно довести, дать образование, здоровье. Я не говорю, что мы все, нам даже в конвенции он говорит, что это измеримо качество жизни того региона, где находится ребенок. То есть, если в нашем регионе дети, условно говоря, занимаются каратэ, то, в принципе, родители должны иметь возможность вот эту форму для своего ребенка купить. Ну вот, я считаю, что вот это должно у нас... Нет, нет, еще есть у меня вопрос. Вот по ОСТам в докладе отмечено, на 44 участков педиатров 22 врача на сегодняшний день, да? И обеспеченность, ну, с учетом часов, нагрузок, 60% было в прошлом году, а сейчас обеспеченность кадровым 57%. Конечно, это ситуация катастрофическая, да? Я понимаю, что нашему министру, он очень много цветисто говорит о здравоохранении, а без толку все, пустое. Вот буквально Анатолий Васильевич сорвал у меня вопрос, но я его все равно задаю. А вы ходили вот к председателю правительства, говорили о такой вот катастрофической ситуации с кадрами? Я думаю, что Юрий Викторович в курсе ситуации с кадрами в системе здравоохранения. И этот вопрос не одного же дня решения его? Да, и на прошлой сессии курала мы с вами его разбирали, но по вопросу здравоохранения с председателем правительства я не общалась, если вы так спрашиваете. Ну, надо. А с министром здравоохранения, да, не одного. Надо общаться, ну, я же говорю, вы с ним не решите, надо решать либо с главой, либо с председателем правительства. Это такие вопросы серьезные. Но, М. Викторович, вы знаете, должна быть не просто беседа налажена. Дело в том, что мы же все прекрасно знаем, в чем причина, почему у нас девицы с кадром врачебны. Ведь здесь подвиги много не построишь. Люди должны быть заинтересованы здесь работать. И если, конечно, низкая заработная плата, то и вообще даже расчетные цифры. Вот, например, смотрите, я проводила мониторинг по полиативной помощи. У нас одна койка. Почему у нас одна койка, когда много лежачих детей? Потому что у нас одна койка положена на 100 тысяч детей. Если у нас всего 65 тысяч, то нам, на всех полиативщиков, федеральный режим, только одну койку. Это вы со своей позиции, вы так думаете. На самом деле, я вам ответственно заявляю, что эти вопросы решаются. И кадровые, и зарплата. И если хозяин республики, парламент, правительство хотят улучшить жизнь людей в республике, эти вопросы решаются. И я тот человек, который занимался этими вопросами и решал. Есть пример, почему вопросы мне сейчас задают, как депутату жители Троицкого. Отдали здание администрации под детскую больницу или поликлинику. И все, разбито здание. И никаких там движений не производится. По строительству или реконструкции. У меня опыт есть в реконструкции. Мы сделали больницу прекрасную, и во время ковида там лечились жители пяти районов. То есть решать можно. Надо ходить, добиваться, поставить здесь. Что нам мешает вообще, Анатолий Васильевич, у меня предложение. Давайте на хурале поставим вопрос о детях в целом. И по детскому отдыху, вот, Николай Анатольевич, правильное предложение. Давайте один лагерь круглогодичного содержания построим. Расширенный комитет, вот как мы делали по образованию, по образованию. Нет, давайте пусть правительство нам представит, дадим срок, представит меры, которые они могут принять в течение года, двух, пяти лет, для того, чтобы вот эти вопросы решить. Если у нас не будет врачей, вот у нас в городе недавно прозвучало, нет гастроэнтеролога вообще, в поликлинике. Это к чему мы катимся? В какой форме давайте подумаем о следующей сессии. Ну да, ну мы должны, если обострять этот вопрос, это очень важный вопрос. Спасибо. Все у вас, да? Можно и вопрос, и выступать. Да, выступать можно? У меня еще пару фразов. Я вижу, вижу, вижу. А вы, Галерий, я вам ответственно заявляю на выгибный пункт, да? Ну у меня ответствуют вибрики, да, то, что как раз-таки, ну, Галерий мне сказал, что где-то со стороны исполнительных органов не дорабатывают, да, и аж приходится возвращать денежные свиста, которые там выделены на жилье. Опять же, вопрос по этим поощрениям, по премиям, да, то, что где-то заявляют, что они выполнили эти показатели, да, а то тут люди вот тут как раз-таки на низах говорят, что здесь не выполнены, там не выполнены. Вот поэтому еще раз, очередной раз, сколько-то, не знаю, до головы, пожалуйста, донесите, чтобы посмотреть, если потом нам все-таки перешат там это. Пусть посмотрели, потом уже объяснит, соответственно, народу, каким образом он распределяет эти поощрения. Пусть справедливо будет, да. И еще вот тут... По детям. Да, по детям, ну, это, в принципе, касаемо тоже детей. По детям, да, уже не в первый раз общаюсь с руководителями, ну, с главами СМО, вот тут на днях, в очередной раз общался, и он мне свой бой рассказывал, говорит, хотя бы какой-нибудь спортзал, говорит, хотя бы там на 300 квадратов, хоть какой-нибудь, нет у нас вообще никакого зала, ни порцовского, никакого, говорит, все, живут у нас там, пускай там это 20-30 детей наше всего. Но нет ни одного спортивного зала, да, мы при этом, то есть все, строим лидовую арену, да, я, в принципе, дискутировал, спорил на этот счет из предыдущих, из-под спорт. Говорил то, что какая-то лесообразность, он говорит, ну, вот федеральные средства 150 миллионов. Да, 50 миллионов с федеральной средства. Дальше, соответственно, 20 миллионов, это региональная часть. Далее, на коммунальное обслуживание, вообще обслуживание, еще сказали, что привезут туда тренеров, откуда, вот, которым надо будет предоставить жилье, а зарплаты высокие. Порядка 25 миллионов в год будет выходить собережание, не то, что сейчас там кто-нибудь скажет, что это там концессионное соглашение, концессионное соглашение в рамках трех лет, вам только один год будет так, слушай, это три месяца. Дальше все, это ложится на плечи монетрии и муниципалитеты, то же, но только что равно это будет средств бюджета. 25 миллионов в год мы будем тратить на это вот собережание, это региональное арену. Мы не получим оттуда ни спортсменов, потому что если я не понимаю, что оттуда вы тут какие-нибудь супер-хокенисты у нас там. А при этом, при всем, мы могли бы ежегодно по три спортзала, как минимум. Вы не назвали, где вы были, где там? Нет, нет, нет. Я был в Октябрьском районе, еще позапрошлом году меня там попросили. В Черноземельском районе я был, они тоже говорят, это руководители СМО, мы говорим, да это каждый, Антон Васильевич, это, знаете, это не какая-то редкость найти СМО без спортивного зала. Наверное, большая редкость найти СМО, где есть нормальный спортивный зал, а строительство такого, они вот в Октябрьском районе, они говорят, блин, там строительство, мы даже проект рисовали, там на 6 миллионов, что там спортзал на два ковра борцовских, 300 квадратных метров, ну уже брусья тутники сами сделают. Но детям заниматься нечем, вы понимаете? Детям просто в районах, а тренеров есть в каждом СМО. Борцы, боксеры, теннис на столе, есть везде. Зато мы строим ледовую арену. Ну а нас при чем? Нет, я не, я к тому, что касаемо этого вопроса тоже, потому что это доступ для детей. Доступ для детей, как вот вот этим делом, соответственно, СМО, соответственно, развиваться. Хорошо, спасибо тебе. Дмитрий Галяевна, пожалуйста. Ольга Галяевна, у меня вопрос, касается всего, что происходит же искусств. Вы сказали, что в своем докладе, да, что решили, ну, теоретично, древненное, да, проблему у студентов художественного отделения, переведя их в основную допись. А вы сами были в этом кодексе? Да, так сказать, что я делаю. Да, он, конечно, очень плохой, но отделение повышенного поля, все хуже. Дело в том, что я понимаю, что все хуже. Я сама работала более 10 лет в этом учебном заведении, я прекрасно знаю все материальные технические базы, состояние и должность создания и прочее. 60 лет в этом учебном заведении на сегодняшний день мы знаем, да, и хочу сказать, что по состоянию основного поля, мы перевели из одного аварийного здания на сегодняшний день, получается в другой аварийный. Потому что более 6 лет я уже не работаю в этом учебном заведении, а трещины, которые были в кабинетах, где занимаются наши дети. Причем там еще и школа, например, при колледже искусства есть школа для детей. Более 200 с лишним учащихся обучаются в этом учебном заведении. И трещины уже, там маячки у нас стоят, трещины уже у каждого проходят. Понимаете, получается, это не решение вопроса. Я полностью с вами согласна. Даже в газонах Урале я вам эту картину, где руки пролазят, показывала, если вы помните. И в решении парламента нам было указано, что, и вот я, кстати, сократила свое выступление, но я считаю, что все депутатское сообщество появилось в том, что у нас проявлена документация по строительству нового здания, значит, работа. И я запросила всю документацию с Министерства культуры. К сожалению, вот опять немножко тормозится у нас, потому что на 1 января вот этого года уже должно было быть завершено там определенный перечень работ. Но в связи с объективными обстоятельствами, в результате там пока выполнено только 60%. И, ну, я так понимаю, со всего того, что мне написали, что вот этот вопрос строительства в целом училища, он будет решен. Ну, мне хочется верить в хорошее, и я думаю, что так и будет. Ну, кстати, я вот с этой целью хотела занять вопрос. Все-таки будущее колледжа искусства будет решено. Строительство нового здания, общежитие единственного учебного поведения, которое, Николай Ильич уже сказал, оно действительно единственное в мире, которое готовит искать профессиональные камеры для нашей национальной культуры. А вопрос сохранения культуры, это, вы понимаете, это вопрос вообще сохранения Москвы как такового. Поэтому для национального региона это животрепещущий вопрос, который нельзя откладывать в сторону. И я думаю, что присутствующее здесь, кстати, правительство все-таки даст нам замечательный расклад. Я знаю, что мы вас на Кандуле, или на Ливне, на Балдюбе. У вас есть моменты? Да. Спасибо. Спасибо. Ну, спокойно же, там, проект-то есть сейчас. И мы, для включения ФАИП, мы сейчас находимся в Минеке России. Но там сейчас такая тенденция, что сдвигают, правильно абсолютно было сказано, что где-то, не где-то, а именно в этом случае надо ходить ногами, и мы уже запланируем. По крайней мере, вот как только решетников примет нас, у меня или Касиков, у нас обоих, мы будем этот вопрос поднимать. Потому что они начинают там на 24-й год уже куда-то сдвигать это все дело. Поэтому здесь надо абсолютно правильно изучить критику. Здесь надо все это дело сдвигать в ручном режиме. Приходить к нему и добиваться. То есть мы сейчас еще раз говорю про работу. Что касается детей и сиротов. Смотрите, деньги выделили в прошлом году, в конце октября, и говорят, до декабря сделайте. Не сделайте, деньги возвращайте. И что делать? Мы начали смотреть. Просто купить. Купок, квартиру купить. Нету таких квартир. Ну, а что это за деньги? Ну, чтобы было понятно. Это кто-то их, как обычно, недорасходовал, бюджет вернул. Мы говорим, да не давайте нам сегодня, в октябре эти деньги мы не успеем потратить просто. А я даже и спросил, письмо накатал. Не давайте. Дайте в начале года. Мы все сделаем. 50 с лишним миллионов. Нету, забирайте и все. А потом начинают там, не знаю, прокуратура в курсе, наверное. Да, следственный комитет занимается с детьми-сиротами больше, чем убийцами и уголовниками. Вот. То же самое, такой же ответ. Другого я ничего не могу сказать. Невозможно было купить. Все силы. Мы в любом случае, вот, колледж искусств и так далее держим на конторе. Да, обязательно. Обязательно, чтобы мы понимали, может, даже в следующей сессии нам будет что-то понять, чтобы мы получили. Ну, если решение сейчас отримет, я первое вам расскажу. Хорошо, правильно. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, Ольга Валерьевна, в корне собралась фраза, что у нас не ведется поляризация магазинных семей, потому что здесь работа идет, развивается целый проект, и такие как пациентная семья, развивается целый сообщество многодетных семей, в которых я в одном участвую, в том числе. Минусос проводит ряд мероприятий по популяризации многодетных семей. Наш регион, мне кажется, в числе тех регионов, где большое количество семей, которые имеют детей в качестве трех и более. Другой момент. Почему в нашем регионе не работают книжки для многодетных? Наши, значит, родители получают эти книжки, многодетные семьи получают эти книжки, но на территории Республики Каоке они у них лежат в шкафу. В шкафу они просто никуда их не могут воспользоваться. Только при выезде за пределы региона, скажем так, когда вы так и из шкафов эти книжки для многодетных. Что делать для этого, чтобы наши книжки начинали работать? Второй момент сразу по инклюзии. Вы в своем докладе сказали, что 2020 год выросло почти в три раза детей, родных детей, содержащих психическими заболеваниями и расстройствами поведения. Как часто к вам обращаются с вопросами инклюзии, инклюзивного образования, что для этого тоже делать? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что на первый вопрос вы сами ответили. То есть в новодетном зале книжки, а они нигде им не могут пользоваться. Вот вам и популяризация. Разве она популярна? Если бы она была востребована здесь у нас на территории Республики, мы бы популяризировали. Я считаю, что это вопрос не только к ведомству социальной защиты, это вообще и к всему профессиональному сообществу журналистов, СМИ и вообще к каждому ответственному гражданину. Потому что о том, что Минсус не работает, я так сказать не могу. На всех ваших мероприятиях я присутствую. Но я считаю, мы же оцениваем каждое мероприятие по эффективности. Вот если бы мы провели мероприятие, а после этого люди сказали, все, я пошла рожать третьего. Но если мы проводим с одними и теми же, и никто не идет, но тогда какая эффективность, какая здесь популярность? У нас одни и те же многодетные крутятся, а количество их не прибавляется. Это на первый вопрос. Что делать? Я не знаю. Это никто не знает. Это проблема научного исследования. Потому что демократия занимается во всем мире. Это действительно серьезная тематика. И нам надо всем над этим работать и предлагать меры. Решение этого вопроса. Давайте второй вопрос. Желаю тебе задать еще раз. А про инклюзии. У нас действительно очень большая работа ведется и ко мне обращаются. Но я хочу сказать, что мне кажется, что создание в Министерстве спорта бюджетного учреждения, вот именно по адаптивным видам спорта, вот этот вопрос занятости детей немножко решился. Но там все-таки дети с частичными ограничениями подвижности, а вот с детьми, которые с функциональной остальностью, с нарушением психики, у нас очень сложно. Почему? Потому что я являюсь в форме того, чем председателем общественной комиссии в фонде инвалидности. И я понимаю, что эти детей никто никуда не привлекает. Как это сделать? Вот обращаясь к вам не только как к депутату, но и как к руководителю нашего замечательного кружка. Вот у меня тоже было обращение одной мамы с таким ребенком, который говорит, вот наш не попадает вот в этот кружок, его не берут. Поэтому берите на все беруты. У нас берут поднимать такие дети. А диалоги не будем. На что ли говоришь? Вот относительно вот всяких там конкурсов, да, крепкая семья, вот в докладе Ольги Валерьяновны отмечено, что в девятнадцатом году заключено браком 1356, а разводов 1020. В двадцатом году 1037 браков заключено, а разводов 914. Вот такие у нас крепкие семьи. Поэтому это не такое непраздное замечание, это очень серьезно, поскольку вот нет воспитания, нет примеров хороших, да. И пустая говорильня чиновников, она вот как раз с таким результатом приводит. Это в целом падение, как сказать, состояние народа нашего, вот именно духовного, нравственного, приводит вот к таким вещам. И во многом эти вопросы уже запущены. Вот скажем по заболеваниям детей, да. 65 тысяч детей, а заболеваний 109 тысяч. То есть минимум, в среднем каждый ребенок имеет два заболевания. Вот. Поэтому сегодня состояние аховой республики. И если наши правители вместо того, чтобы играть в хоккей, не будут заниматься работой на благо народа, ничего у нас не получится. И первые лица должны этим заниматься ежедневно и ежечасно. И заниматься серьезно, а не так по ходу в инстаграме какие-то моменты отмечать. Поэтому я считаю, что вот к тому, что я там не хвастаюсь, но будучи главой района, я буквально на третий год у меня не было ни одного руководителя, ни здравоохранения, ни культуры, ни детского образовательного учреждения и других, которые бы пришли, попросили деньги на что-то, на оборудование, на ремонт, на реконструкцию, не было вообще проблем. На четвертый год я не знал, куда девать деньги. У меня все время были остатки на счету. При этом мы строили школы, вы знаете, Анатолий Васильевич, не одну школу мы построили. 24 миллиона, вот при Бадме Катиновиче, будучи он министром образования, 24 миллиона мы вложили только в ремонт и реконструкции, спортзалов, школ, оснащение мебелью и так далее. Причем капитальных, на самом деле мы ввели капитальный ремонт, но не могли это показать по статье расходов, а писали ремонт. Поэтому любой вопрос, и по медицине, и детская музыкальная школа, оснащение инструментами, вообще я просто это все закрывали мы и не знали, вот действительно проблема была, что еще придумать. А сегодня руководители мямлют, у нас денег нет, у нас возможностей нет, у нас людей нет, конечно, все тяжело, но раз мы республика, мы хотим ее сохранить, мы должны жить, работать, трудиться изобретательно, творчески и находить ответы на любые вопросы. – Спасибо. – Согласна. – Уважаемая Валерияна, спасибо вам за подробный доклад о состоянии и положении детей в республике Калмытия. У меня, наверное, будет небольшая ремарка, включаясь в том, что все-таки необходимо ваш доклад как уполномоченного заслужить вместе с докладом о положении детей, который правительство республики Калмытия отчитывается на сети, народному куралу буквально на предыдущей сети, как раз у нас, как у депутатов, будет сравнительный анализ того реального состояния положения детей в республике Калмытия. Что касается вопроса, который я хотела вам задать, вы говорили, но в продолжении вопроса, который задал Николай Евгеньевич по детям-сиротам, скажите, вообще сколько таких детей-сирот обратилось к вам? Это первый вопрос, в том же время как уполномоченного. Второй вопрос, это реализация послания президента, выражившийся федеральный закон об обеспечении горячим питанием детей начальных классов. Вы как уполномоченный скользко проинспектировали таких школ в этом вопросе, какие проблемы на данный момент существуют? И третий вопрос, в части все-таки, Ольга Валяна, с учетом вашего опыта работы как уполномоченного, какие меры региональной поддержки необходимо принять совместно с правительством республики Калмыкия, чтобы реализовать по суд президента адресность, поддержки и прозрачность выделения средств, тех средств, за которые голосуют депутаты. Уважаемые депутаты, у нас сейчас десятилетие детства, вы знаете указ президента, и вот до 27 года у нас целый ряд постановлений во всех направлениях сферы жизнедеятельности детей реализуются. Есть планы, программы развития всех веков. И мне кажется, что что-то новое задавистать либо принимать не надо. Их просто надо, скажем, исполнять. Вы знаете, для реализации плана мы все знаем, что надо две составляющие. Нужна финансовая подписка и опытный организатор исполнителя реализации. Поэтому здесь вот, что можно депутатам и что я со своей стороны должна реализовать как уполномоченный, мне все-таки кажется, это контроль. То есть последний контроль. Мы очень много в течение десяти лет с вами раз сегодня ввели, приняли постановление и поручили и органам местного самоуправления, в том числе, организовывать центры дособа и благоустройства. Все, что подымал Ашлан Андреевич и говорил, что вот они не делают. Но вот мы же принимаем все это. А вот контроль, как это исполняется, мне карту можно было бы расширить. В отношении, значит, обращаются ли ко мне дети сердца, которые не получили жилье. Обращаются. Знаете, у нас спектр немножко обращений немножко другой. Не тот, что они будут обижены, что мне дали. Они понимают, что им дадут в следующем году. Это очень хорошо. У нас такая хорошая тенденция. Люди уже понимают, что скоро квартиру дадут. У нас есть, к сожалению, такие проблемы, перешедшие по наследству. Когда, допустим, трое детей, выпускники городовиковского детского дома одному оформили сиротство, а двоим родным нет. И вот один ребенок получил квартиру, а двое ходят у нас, и вот сейчас уже они перешли через год уже 23 года, и мы совместно с прокуратурой работаем. Ну, вот как получилось? Уже нет этого городовиковского детского дома, уже нет этих документов. Но вот эти проблемы, вот такого рода у меня обращения. Их немного, но они есть. В абсолютном цифре сколько? У меня шесть человек было. Вот. И, да, я хочу сказать, что вот в отношении, когда мы говорим вообще вот о проблеме, что у нас нет и купить вот где квартиры, еще что-то. Мне все-таки предложение, давайте работать с застройщиками. Давайте мы им сейчас, в этом году скажем, стройте ребята там на верхних этажах однокомнатные квартиры. Не обязательно они сироты. Конечно. У многих из нас нет много денежных средств, и, может быть, им будет выгодно. То есть мы знаем перспективы застройщиков, что у него когда-то это купят. Но, в общем, есть много механизмов, которые, мне кажется, депутаты, мы же с вами все являемся представители каких-то функциональных структур, которые понимают, как работают механизмы. И мне кажется, что действительно, вы все правильно говорите, мы должны взаимодействовать с правительством и предлагать вариант решения. Для этого мы и принимаем постановление, где работа поручаем. Поэтому предлагаю и правительству поручить работать с нашим инстроем, со всеми изминным имуществом. Вот эти вот вещи, которые можно было бы снять с поверхности. А, горячее питание. Значит, Александр, спасибо за этот вопрос. Знаете, не я одна в экспертах. У нас со мной есть детский совет, же у меня нет штата. А у меня есть детский совет, который у меня подписчиков, и мне вот, я знаю, где какая-то пиканка, где что. И совет-оток у нас хочет ездить. Значит, и вы все являетесь инспекторами, поскольку ездят платно, Анатолий Васильевич, платно родители имеют право, вы знаете, уважаемые школы, вы можете прийти в свою школу и поесть. Да. И у нас здесь многое руководителей учебного заведения присутствует. Знаете как? Вот я скажу так. Наши дети не голодают. Но у нас есть перекусы, о которых мы все знаем. Ну, нам не хватает там фруктов, сезонных фруктов, нам не хватает мяса. Мы, в учреждении зарытом, мы в основном едим крупы, макароны. Ну, не голодные, но не выдерживаем мы комплекс проблемы. Да, да. Она существует, и она отражена в моем районе. И мы в рекомендации тоже ехали. И в ДАИ, мы отмечали, я такие акты проверки. Вадмахатиночки, уважаемые коллеги, завершаем. Хорошо. Не хватит еще просить, будем завершать. Уважаемые коллеги, у меня просто рамки с проблемами. Вот, Вы сегодня подготовили, ставили доклад о полномочии по правам изданных. Главная задача – это обращаться в нескольких поиски вариантов решения проблемы. У меня в колоколь в виде сомнений. Вы, для чего, с какой целью, привели пример студента в детстве образования, обучающего на кратной основе ребенка сиротики. Вы знаете, что федеральный ДАКОН сегодня на кратной основе поступает, в детстве за ребенок сирота, он поступает, и консеркта никакого нет. Вы, как по правам человека можете не хотеть повлиять, или просите, чтобы он прав повлиял? Так Вы уже мне прислали письмо. Нет, я задаю Вам вопрос. Ага. Я хочу, чтобы изменился федеральный закон, чтобы наши дети сироты могли поступать на платную основу, и чтобы федеральный бюджет продолжал выплачивать пособие. А то, получается, они поступают на платную основу, и на эти посуды перестают выплачивать. То есть он может, только ребенок, который поступал, он был слабенький, он не поступил на бюджет. Противоречий какой-то. Мы нарушили или нет? Скажите, сколько ясно. Мы здесь кто нарушили? Университет. А, университет здесь вообще ни при чем. Выплачивает пособие не университет. То есть не повлияет ли? Нет, подождите, как же не повлияет? Нет, сейчас как раз меняется. Да, да, да. И вы мне ответили, за вашей подписью пришло письмо, что мы поддерживаем, и мы выйдем в Госдуму. Сегодня же мы готовим этот вопрос. Спасибо. Ольга Валерина, все понятно. Ну, Ольга Валерина, просто по инклюзивному обучению, я хочу просто сказать, вот если у нас сериал московский, гражданам, где руководители, два года выделяют места бюджетные, но районы, кстати, не идут на встречу. Тут отключительство. Значит, я вот еще хотел сказать, значит, в отношении председателя строительства, что мы знаем аварийное состояние, значит, нашего колледжа, решетников визитки Барикота, они здесь живем. И просто я хочу сказать, ну, из-за семьи, нет, я понимаю, у нас вот пример был, значит, Лаганская гимназия, значит, аварийное состояние в 2016 году. Мы просто взяли справку, МЧС пришел, и закрыл школу. Потому что дети не могут там учиться в маларийном состоянии. Сделайте только так, пригласите, закройте эту школу. Месяц в пакете. Ну, в конце концов, выделить деньги, это что, ну, 10-летний, так идите? Нет, это с резервной формы. Мы же добились этой резервной формы. Поэтому, насколько я знаю, госэкспертиза, то есть, документация прошла, она застряла там, на уровне департамента института культуры, там еще где-то. Поэтому, я считаю, в этом отношении просто необходимо. Ну, давайте мы туда письмо, ему написано, в конце концов, обратимся. Ну, просто, вы поймите, ну, там нельзя работать. Там аварийное состояние, там около 500 человек проходят ученые, вместе с преподавателем. Спасибо. Она развалится. Озабоченная очень, уважаемые коллеги. Ну, вот, такое грузное обсуждение, у Игоря Ивановна тоже очень эмоциональный, человек сам по себе, значит, поэтому, вот видите, такой накал, значит, дискуссии. Ну, это для пользы дела, а? Потому что он знает. Знает, знает, это правда. Значит, хороший материал у него, можно в чем-то, так сказать, делать замечания, но в целом, да. Поэтому, уважаемые коллеги, есть у нас соответствующий документ, мы его должны принять в связи с этим отчетом. Прошу определиться с голосом. Можно пожелания, ему пожелания там. Пожелания. Да, значит, пожелания. Пожелания, пожелания. Валерий Ивановна, я хотел одно, частью вот как раз таки спортивных объектов, что я сказал, да, может быть действительно какую-нибудь сделать, там, анализ, вот именно по доступности спортивных объектов, именно у СМО, и у тех детей, потому что, получается, у многих такого нет. Я общался с несколькими, да, главами. Может, делаем, действительно, и дальше уже двинем, и обратимся к федеральному виду спорту, чтобы действительно выделить, если наши республиканский бюджет не может, мы это выделить денежные средства, тогда будем прочистывать федеральный бюджет. Хорошо? Ну, в документы подходим. Кто за принятие соответствующего документа, прошу поговорить, кто за. Там оценка данной рекомендации. спасибо, единогласно. Мы говорим, спасибо вам, присаживайтесь, и мы дальше рассматриваем. А поручение комитету мы дадим, вот, то, что я предлагал? Да, 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 мы договорились, протоколь наш пишет, туда пишем, в эту бумагу. Значит, комитету, вот ту проблему, которую он нам поднял, она сильно требует обсуждения, а комитет уже принял форму, расширен. Значит, рассматривается проект постановления Народного Бурала парламента Республики о докладе о деятельности Уполном по правам человека Республики. В двадцатом году вносится председателем Евгений Владимирович Емельяненко Ивинович. Пожалуйста. Ну, десять минут, потому что вы видите более эффективно, качественно вопрос. Я попытаюсь. Уважаемые депутаты, коллеги, представлю вам доклад о деятельности Уполномоченного по итогам двадцатого года, который составлен на основе результатов рассмотрения обращений граждан, итогов проверок данных органов власти, правительственных, научных организаций, средств массовой информации, а также материалов конференций, различных семинаров, круглых столов. В депутате отражены, на мой взгляд, наиболее проблемные вопросы, которые требуют особого внимания со стороны государственных структур, институтов гражданского общества. Основные направления нашей работы задают обращения граждан. Здесь значительный корректив нашей деятельности нес коронавирус. Новые реалии потребовали введения новых форм деятельности, очный прием был у нас временно приостановлен. Коммуникация с гражданами была организована с использованием интернет-технологий, горячих линий, онлайн-связи посредством почты. Но, тем не менее, надо отметить, что количество поступивших обращений в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, значительно сократилось. из которых было принято 217, в том числе три коллективных и два в интересах непределённых другого лица. Порядка 48% обращений поступило из города Элисты, 27% из районов и 24% из мест принудительного содержания. Также обращения поступали из Республики Северного Кавказа и различных правозащитных организаций города Москва. В отчётном году несколько изменилась тематика обращений. Одна четвёртая всех обращений касалась вопросов уголовно-правоциального законодательства и деятельности правоохранительных органов. 14% реализация права на жилище, 10% реализация права на странное обеспечение, от 4 до 6% по вопросам защиты прав труда, образования и здравоохранения. Полная статистика представлена в соответствующем разделе деклара. Все обращения рассматривались в установленном законном порядке, для их разрешения в полномоченные структуры направлялись в соответствующие материалы, готовились также материалы в суд. При этом стоит отметить, что в прошлом году федеральным и региональным законодательством был изменён порядок работы с обращением граждан у полномоченных по правам человека. Теперь при рассмотрении этих обращений нами в целом применялся порядок, установленный федеральным законом в порядке рассмотрения граждан Российской Федерации, с учётом нюансов, установленных федеральным законом о субъектах у полномоченных. В связи с введением ограничительных мер в отчётном году не проводилось выездных проверок медицинских организаций социальных учреждений. Проверялись с нами только места принудительного содержания. Очевидно, что в условиях распространения COVID-19 вынуждены наводились ограничительные меры, влияющие на реализацию прав и свободы человека. И поддержание прежнего уровня нормального функционирования общества диктовало необходимость принятия мер компенсирующих негативные последствия. Анализ поступивших в расчётном году обращений показывает, что наряду с сведением ограничительных мер, факты нарушения прав человека были обусловлены и неисполнением действующих законов, неэффективным контролем за их соблюдением, отсутствием информации о деятельности того или иного органа власти, либо организацией, а также незнанием действующего законодательства инертности самих граждан. Эти причины проявлялись в различных сферах, я позволю остановиться на некоторых из них, ну, прежде всего, конечно, сфера здравоохранения. Двадцатый год стал настоящим испытанием для данной сферы, именно на неё легла основная тяжесть ответственности в вопросах противодействия новой угрозы. Республика Кануй, как мы все знаем, в двадцатом году уходила в число регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Нагрузка на региональное здравоохранение выросла в разы, и обращения граждан республики касались различных проблем данной сферы. Так, на начальном этапе это проблемы с нехваткой и отсутствием в аптеках масок, обезинфицирующих антисептических средств, их дороговизной, поступали сигналы о необеспечении средствами защиты пациентов и медицинского персонала в лечебных учреждениях. Особо остро указанные проблемы стояли, прежде всего, конечно, в районах республики. В связи с отсутствием лабораторных возможностей, люди на протяжении длительного времени не имели возможности сдать тест или получить его результат. Часть обращений касалась вопроса соблюдения ограничительных мероприятий, помещения граждан в обсерваторы под медицинское наблюдение, условия пребывания в этих учреждениях, недостаточное количество мест для специализации обеспечения лекарственных средств и пациентов, а также нехватка необходимого оборудования. Множество нареканий со стороны граждан вызывало работу медицинских учреждений в части проведения первичных медицинских наблюдений, условий медицинских осмотров амбулаторных больных, а также организации диагностирования на коронавирус и пневмонии посредством компьютерных хронографий. Наличие неконтролируемых учреждений, затягивание только в одном из филиалов городской поликлиники. Количество бригад, оказывающих неотложную медицинскую помощь больным с COVID-19, не соответствовало реальным потребностям. Ситуация была изменена только во второй половине отчетного года. Для помощи больным с COVID-19 в условиях стационара на базе 10 больниц были открыты 13 госпиталей на 1095 год. В работе с больными COVID-19 было задействовано более 1300 сотрудников регионального здравоохранения, в том числе почти 340 врачей. В условиях имеющегося закадрового дефицита, который, кстати, по итогам 2020 года значительно вырос, указанное обстоятельство сказалось на доступности и качестве оказания медицинской помощи, в том числе и планы. В итоге граждане просто не могли попасть врачам на прием или вызвать врача на дом. Возникли проблемы с проведением необходимых медицинских мероприятий, планы операций, снизились показатели оказания высокотехнологической медпомощи. Все это вынуждало жителей республики пользоваться платными услугами медицинского обслуга. Возможно, констатировать, что основными причинами дефицита кадров, об этом здесь уже говорилось, является, прежде всего, конечно, недостаточно социальной поддержки и финансовое обеспечение сотрудников здравоохранения. Приняты в двадцатом году беспрецедентные меры по поддержке медкадров, в основном касались лиц, занятых с ковидом, да и то, в принципе, не всех, кроме того, в течение года имели место случаи задержки положенных выплат заработной платы. Еще одним проблемным вопросом, прошедшего года, на наш взгляд, является лекарственное обеспечение, как заболевших, так и лиц, в годной категории граждан для лечения хронических заболеваний. Причем в двадцатом году, к сожалению, в традиционной уже проблеме недофинансирования лекарственного обеспечения годников, добавилось элементарное отсутствие лекарства в тех, как и складах. Ситуация также чуть-чуть изменилась, но в лучшую сторону, но только после течения летних месяцев. В отчетном году не удалось избежать случаев заражения пациентов медицинских учреждений, которые не оказывали помощь больным в степи, а также лиц, обеспеченных социальных учреждений. Отсутствие действенного контроля со стороны полномоченных структур, и необеспечение необходимых мероприятий, направленных на предотвращение этих случаев, привели к массовому заражению в республиканском психонерологическом диспансере, а также совпинском психонерологическом доме интернета. Среди заболевших были и сотрудники учреждения, основной причиной вспышки назывался занос инфекции каким-то из этих сотрудников. Еще одна сфера, которая оба затронули и обеспечения обслуживания граждан. Прежде всего, лиц старшего поколения, семей с детьми, безработных, инвалидов. Был принят реализован комплекс мер поддержки населения в условиях пандемии. Все они нашли отражение в порядка 30 законодательных актах. За различными мерами социальной защиты было охвачено 150 тысяч годополучателей на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное количество обращений по полномочиям были продиктованы элементарной неосведомленностью граждан о нововведениях и порядке предоставления новых социальных услуг. При этом, в прошедшем году также имели место факты несовременного предоставления мер социальной поддержки. Сначала увеличилась доля безработных обращающихся службы, занятости. В 3,5 раза увеличилось количество граждан, состоящих на соответствующем учете. Несовременный оплату труда, незаконное расторжение трудовых договоров, изменение их условий, сокращение рабочих мест, лишение дохода из остановки деятельности работодателей, а также так называемые предложения об увольнении или уходе в отпуск за счет охрана труда и неформальная занятость – вот основные темы, поднимаемые гражданам в процессе приема их уполномоченным. Нами оказывалось задействие заявителям разрешения проблемных вопросов, связанных в том числе с оформлением трудовых отношений, изменением условий трудовых договоров. – здесь мне хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что в качестве одной из основных проблем в трудовой сфере прошлого года было то, что так называемая удовленная работа не была законодательно урегулирована. Поэтому каждый работодатель, честно говоря, применял эту систему работы по-своему. к счастью, только в декабре месяце 2020 года законодатель федеральный эти вопросы урегулировал. В 2020 году в республике фиксировали в случае несвоевременной выплаты заработной платы и образования задолжены, в частности на 16-ти предприятиях и организациях. Поводом для обращения к уполномоченным также были нарушения порядка проведения работодателя мероприятий по соглашению штатной численности. Сложилась непростая ситуация обеспечения безопасных условий работы на предприятиях республики, которые нередко становились очагом распространения коронавируса. В наибольшей степени как мы видим анализы пострадали сферы торговли, строительства, ремонта, услуг, промышленности, производства, образования, питания. Негативное влияние оказывало на деятельность собственников среднего и малого бизнеса. Евгений Иванович, если можно, вот две минутки у вас осталось, если можно, как-то сконцентрируйтесь. Я пару слов расскажу. Про жилищную сферу в принципе могу закончить, потому что там достаточно подробно, на мой взгляд все изложено. что касается жилищной сферы, к сожалению, на протяжении длительного периода, уже, опять же, повторюсь, традиционными темами, проблемными, связанными, в том числе, с обеспечением жильем под выбором социального найма, они исполняют судебные решения в этом повестке, и граждане к нам обращались. обращаются к нам и девочки обмануты. На повестке дня, конечно, у нас еще остались, в принципе, не знаю, насколько есть перспектива в ближайшем будущем решении проблемы обмануты. Эти проблемы мы понимаем неоднократно в наших закладах, но в том числе они ображены. В 2020 году поводом для обращения из того, не то чтобы нового, но значительно массового, нам начали обращаться граждане, которые столкнулись со сложностями с повышением этих ипотечных кредитов. Понятно, что потеряв доходы, люди не могли подышать, но мы здесь тоже оказываются действия, просили реструктуризировать, как-то эти кредиты не всегда, к сожалению, получалось, но были положительные моменты в этом направлении. Я не могу не озвучить проблемы, с которой столкнулись жители, проживающие, или вернее занимающие для проживания жилые помещения проживаются подромные 1. Это здание, принадлежащее российскому подрому, ранее имело статус общежития, теперь этого статуса у них нет. Но там в семьи нежилых помещениях без каких-либо договоров проживают люди. И мы в течение отопительного сезона там просто не было тепла. Мы оказались содействовать подключению тепла, но в целом вот эта проблема этих людей, которые там находятся по большому счету на тысячах правах, она не решена. Все наши обращения в структуру, соответственно, не дали никаких положительных результатов. я вот в пользу случая хотел бы попросить все-таки депутатов обратить внимание на эту проблему. Я полагаю, что здесь все-таки должен быть разработан механизм помощи таким гражданам, попавшим в подобную ситуацию, посматрившим хотя бы временное предоставление им каких-то живых помещений. Мы знаем, что нет у нас маневренного фонда, регионам дается право использовать дистанционное электронное голосование и голосование по почве. это тоже объяснить спасибо. Ну, во-первых, шесть дней, если вы помните, что когда проводился с вами предусмотрены были, скажем, дни, в течение которых можно было заранее, скажем, до официальной даты проголосовать. это раз. А вот это что касается 47 тысяч участников и 47, я пользуюсь официальными данными, которые мне были предоставлены избирательной комиссией с дистанцией декабря. У вас не возникло сомнение? Почему не возникло? Возникло. Хорошо. Еще вопрос? У меня. Пожалуйста. Уважаемый Евгений Владимирович, у меня уточняющий вопрос. Скажите, вообще, какое количество безработных граждан обратилось к вам в 2020 году? В абсолютных цифрах, если можно, это один вопрос. И в продолжении вопроса, который озвучил Николай Ирнич, у меня уточняющая цифра. Какое количество вообще граждан обратилось к вам в 2020 году по нарушению своих конституционных прав? То есть, какое количество абсолютно в том числе как уполномоченному по правам вашего века? Так, ну, если говорить по поводу обращений частых трудовых а, безработных, да? Ну, всего по трудовым у нас было где-то порядка, наверное, 10-12 обращений. Ну, альвийная доля этих обращений как раз таки касалось именно вы помните, создавались новые системы по безработице, постановки новые, что-то новые вводились, методики выделения пособий разных. Вот как раз, все эти обращения в большей степени касались именно какой-то необходимости дачи консультации. вот. Что касается изменений второй. По нарушению своих комиссионов поступило 270 обращений к нам. нет, 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 нет. Именно в части именно нарушения прав, не только консультативной помощи, ну, где-то порядка половины. Ну, я говорю вам о том, что, что значит, что у нас 50% поступило из мест решения свободы, да? Не 50, а 25%. Все они считают, что их право нарушено, хотя львиная доля этих обращений это жалобы на уже принятые приговоры, утвержденные приговоры. Мы считаем, что это как бы право заявителя заявлять об этом, что его нет. Это право по этому я говорю, что, наверное, порядка половины. Так, пожалуйста еще. Пожалуйста. Анатолий Васильевич, под внимательным наблюдением уполномоченного по правам человека я к вам обращаюсь. Значит, утром меня встретил здесь Валерий Анатольевич Бадмаев у входа, вы знаете его, да? Он сейчас избран председателем Конгресса Айрат Калмыцкого народа. 29-го проходил съезд и вам большое спасибо за то, что вы, получив личное приглашение, разослали всем депутатам. И, кстати, четверо депутатов были на этом Конгрессе благодаря вам. И, плохо, конечно, что сами не посетили. Надо было вам появиться просто, посмотреть, послушать, а может быть даже выступить. И он меня попросил обратиться к вам с просьбой разрешить ему в разном прийти и зачитать обращение на одной странице. я сейчас вам текст передам, вы посмотрите, если позволите в перерыве скажите мне и я ему позвоню, он придет в разном, просто зачитает это обращение. без всяких там обращение а уже есть, да? Ну, любое обращение, какое я его буду направлять, я должен какую-то правовую оценку поставить. Я после сессии обязательно посмотрю, обязательно направлю депутатов, обязательно, но я буду посмотреть на с точки зрения лингвистической, правовой стиркистов. Ну, вам опыт позволяет, текст простой, там, ничего экстремистского, националистического и прочего радикального нет там. Где я? я, после сессии я посмотрю внимательно с юристами и приму решение, без внимания не оставлю. Это я делаю. Хорошо. Анастасия Викторовича, можно мне познакомиться? Конечно. Надо, наверное. Я его тоже. Уважаемые коллеги, еще вопросы? Нет вопроса. Вы желаете выступить? Нет. Кто за то, чтобы нам принять документы с отчетом, кто за? Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги. Федерального закона государственной социальной помощи в части расширения перечня сведений, размещаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, органами опеки и попечительства, организациями, находящиеся в виде органов государственной власти, предоставляющие меры социальной защиты, поддержки, социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в единой государственной информационной системе социального обеспечивания. Далее ЕКИСО. В настоящее время, согласно изменениям законодательства, в органами опеки и попечительства проводится регулярная работа по размещению в ЕКИСО сведений о законных представителях, опекунах и попечителях, о гражданах лишенных ограниченных родительских прав, восстановленных родительских правах, отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровья, об ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным. В пункте 2.6 с протоколом совместном совещании Министерства Социального РФ и Пенсионного Фонда РФ было указано на необходимость отражения указанных полномочий региональных и муниципальных властей по учету загрузки и ведению информации по реестрам социального обеспечивания в региональных законах. Таким образом, представленные проекты закона планируются закрепить на региональном уровне полномочия органов опеки и попечительства в части наделения полномочиям по размещению указанных сведений в ЕДИСО имеющихся полномочий в соответствии с федеральными нормами. Доклад закончен по первому вопросу. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста, Сергей Васильевич. Нет вопросов. На комитете рассматриваем. Многие были там. Если нет вопросов, желающие выступить есть? Нет, вам хотелось. Пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, приглашен вопрос рассмотрен на сцене комитета, заключение удовлетворительности полученного данного законопроекта и комитет решил рекомендовать городу на сцене комитета. Уважаемые коллеги, не возникло противлечия? Если не возникло, прошу подготовиться к голосованию. По проекту постановления он на руках. Кто за? Спасибо. Спасибо, Армир Васильевич. И мы рассматриваем тринадцатый вопрос о внесении изменений статьи 1 Закона Республики об образовании. Вносится правительство Республики. Министр образования Армирасов, пожалуйста. Доклад по проекту Закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики об образовании Республики Калмыкия. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 34 Федерального закона 29 декабря 2012 года за номером 273 Федерального закона об образовании Российской Федерации обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в виде полного государственного обеспечивания, в том числе обеспечивания одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами законами субъектов Российской Федерации. Согласно нормам федеральных законов обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств, соответствующих бюджетной системы Российской Федерации, до завершения обучения зачисляется на полное государственное обеспечивание. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находится на полном государственном обеспечивании. В республиканском законе в образовании Республики Калмыкия отсутствует норма, в которой перечислены категории обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении. Представление пропоратуре Республики Калмыкия в адрес правительства Республики Калмыкия от 12.10.2020 года за номером 2109-2020 устранение нарушения федерального законодательства было указано на необходимость указания категории обучающихся, имеющих право на полное государственное обеспечивание в соответствии с федеральными и республиканскими нормами, правовыми актами в законе Республики Калмыкия об образовании Республики Калмыкия. Аналогичные нормы имеются в законах иных субъектов РФ, регулирующие сферу образования. Таким образом, в целях устранения правового пробела представленным проектом законов предлагается в нашем республиканском законе об образовании Республики Калмыкия установить в случае предоставления полного государственного обеспечивания обучающихся указанных в разных федеральных законах. Доклад закончен. Уважаемые коллеги, вопросы есть? Нет. Желающие выступить? Нет. Решение комитета Решение комитета рекомендовать дорогу Владимир Васильевича. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть предложение сейчас послушать девятнадцатый вопрос связанный с отделом с комитетом Владимир Васильевича. Там в три часа у него селектора ВФС министр права России. Значит, там бывает на первому лицу. Поэтому не будете возрождать, если я девятнадцатый вопрос переставлю пилить сейчас. Нет? Нет. Ну, пожалуйста, рассматривается проект закона Республики о миссии ЗМИ статью 15 закона Республики об объектах культурного наследия, памятники истории культуры в Республике. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, данный законопроект разработан в целях проявления Республики Санкт-Петербурга в соответствии с действующим федеральным законодательством. В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в законе Республики об объявлении культурного наследия в Республике части изменения предельного срок рассмотрения региональным органам охраны объектов культурного наследия проекта правила землепоизма и застройки под застройки применительных территорий сирийского поселения регионального разрешения. коллеги, в приводе в соответствии федеральным законодательством в той части, когда речь идет в предельном строке, там определены даты в геральном уровне в течение 7 дней. в нашем законе коммуника 30 дней, поэтому, уважаемые коллеги, сейчас срок рассмотрения это очень правильно, сроки рассмотрения уменьшаются, вообще, к этому надо идти, чтобы уменьшались сроки рассмотрения, видимо, эти поправки в пользу. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет вопросов? Желающих выступить? Нет. Кто за то, чтобы решение комитета озвучено? Так, решение комитета, уважаемые коллеги, единогласно и поиск решение комитета озвучено. Есть какие-то замечания? Возникли после обращения решения? Нет. Если нет, прошу проголосовать. кто за? Спасибо. Мы продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, рассматривается проект закон о республике о внесении изменения в отдельные законодательные акты республики в вносится комитетом народа... А. 14. Рассматривается проект закон о республике в признании удачи в счет владельных законодательных актов республики в Продолжение следует... 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 с чем жилья обещают построить и зародиться практически запустую а здесь по вопросу женщины три или три с половиной миллиона вопросов там по-моему даже уже какое-то решение было по-моему от вас документ и как-то можно все-таки прийти на 10 миллионов потрачено средств на с чем жилья эти ну это немножко совсем разные как говорится цифры не говорить так адресно точно, что мы сейчас возьмем обязательства все надо в рамках правил законов как говорится можно добавить история-то очень простая я с прокурором говорил вспомнил вот такая ситуация сейчас, ну это уже действительно нездоровую историю приобретает она стоит здесь она привозит сюда своих родственников и так далее я говорю, что мне будет она стоит в очереди он говорит, этого нельзя делать про кого-то он мне сказал я забыл их же несколько ну по крайней мере я их знаю там можно потому что там куда-то дошло руководство где-то там заявило а здесь говорит ну я привлеку вас потому что перед ней стоят такие же люди с такими же проблемами но я понимаю может быть не с такими проблемами но вот с такими ну аналогичными которые их одно очень важно здесь решение конечно одно это унибюджет другого варианта нету здесь законного нет я специально потому что он действительно меня поймал я говорю, хорошо когда не время я пошел вот просто заплатим нельзя вот привлеку ну вот как-то так это было поэтому мы будем думать сейчас это надо что-то а с ней бюджетом так в реальности есть ну будет верность конечно тут выхода нет у нас много предпринимателей которые думают могут на это пройти мы уверены что пойдут спасибо а то мы от вопроса отошли еще вопрос Виктор Доржегаревич по теме обозначены нет желающие выступить есть нет решение комитета пожалуйста от благореволюции комитета 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 освоен рассмотрев правительство республики комитета признание бачевой силы отдельно законодательность автор рекомендовать Дорога права парламента Республики. Мы не приняли данную компанию. Дорога права парламента Республики. Есть и есть. Дорога права парламента Республики. Заменен термином «Сенатор Российской Федерации». В этой связи законопроекту предлагается внести в соответствующие изменения законы РК о правительстве Республики Калмыкия, об уполномоченном по правам РК, о местном референдуме Республики Калмыкия. По референдуме Республики Калмыкия, о выборах Главы Республики Калмыкия. Спасибо. Уже возникли вопросы? Нет. Если не возникли, желающие выступить есть. Если нет, то прошу озвучить решение комитета. Комитет рекомендует Народному Куралу принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу, предвестие голосование. Кто за? 24. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. В вопросе номер 16, проект закона Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики, вносится комитет. Пожалуйста. Данный законопроект разработан в рамках проведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Федеральным законом от 30 апреля 2021 года номер 116 о внесении изменений в отдельный законодательный акт РФ, который вступает в силу с 1 июля 2021 года в ряд законодательных актов, внесены уточнения, касающие ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государства, муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства, в скобках, подданства иностранного государства, либо права на постоянное прорывание в нем. В этой связи законопроекту предлагается внести изменения в законы Республики Калмыкия, соответствующего правительства Республики Калмыкия, а в статусе депутата Народного фурнала Республики Калмыкия, об уполномоченном по правам человека... Соответствующие законы где? Мы должны назвать. Да, назову тут недолго же. Об уполномоченном по правам ребенка Республики Калмыкия, об уполномоченном по правам предпринимателя Республики Калмыкия, Установил для указанных лиц ограничение, связанное с наличием гражданства или подлости иностранного государства, либо право на постоянное проживание людей. Спасибо. Уважаемые коллеги, озвучено. Возникли вопросы? Если нет, желающие вопросы? Нет. Решение комитета озвучить, прошу. Комитет рекомендует принять данное законопроизводство. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует прошло ответить за голосами. Кто за? Двадцать четыре. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Михаил Николаевич. Рассматривается вопрос номер семнадцать. Онесение имеют закон республики. О некоторых вопросах проведения выборов в Городном местном управлении в республике сносится комитетом народного права. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в первом дальнейшем совершенствовании республиканского избирательного законодательства подготовлен проект закона республики Калмыкия о внесении изменений в закон РК о некоторых вопросах проведения выборов в органах местного управления в республике Калмыкия. В законопроекту предлагается заменить голосование по открепительным удостоверениям, по срочным голосованию, ввести голосование в течение нескольких дней подряд в соответствии со статьей 63.1 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и правов на участие в референдуме граждан РФ. В этой связи выносится изменения в строке протокола об итогах голосования и контроле соотношения даты. Кроме того, проектом уточняется перечень документов, представляемых кандидатами избирательных объединений для выдвижения и регистрации, а также увеличится срок представления документов на регистрацию кандидатов в списку кандидатов на 5 дней. Законопроектом также предусматривается представление комиссии места материально заверенной, официально заверенной постоянно действующим руководящим органам избирательного объединения, код и документы о государственной регистрации избирательного объединения. Уважаемые коллеги, на комитете рассмотрелся этот вопрос, это связано с изменениями в федеральном законодательстве, если есть вопросы, давайте зададим. Есть вопросы? Значит, я вопрос, чем вызвано изменение срока в представлении документов на регистрацию кандидатов в списке кандидатов с 5 дней до 5 дней? Ну, это дело в том, что мы идем на встречу кандидатов и избирательного объединения, увеличивается срок предоставления сборного, и необходимо отс champhi 10, для того, чтобы к избирательному объединению кандидаты могли зарегистрировать в списке кандидатов. На 5 дней увеличивается срок для того, чтобы можно было собрать все документы для регистрации. На 5 дней. А я прогуляю, я сейчас, например, прочитал, уменьшаюсь. Нет, 45 дней от дня голосования. 20-50 дней от дня голосования до срок. Они в момент, когда вы начали выжить. Извините, можно уточнить? Можно. Правильно я понимаю, мы возвращаемся к тому сроку, который был. Правильно я понимаю? А, смотри. Ну, потому что на выборах прошлого года, года на местном самоуправлении, как раз этот срок был сокращен. И он сыграл как раз-таки твой счет с нами, да? Собирательный гимн, который возбегали кандидатов в депутаты. То есть красиво. Тем более, что это происходило в уходе в пандемии, в уходе в того, что документы, избирательные объединения должны переставать в избирательные комиссии соответствующего уровня, то есть в сельские, значит, районные, муниципальные, значит, избирательные комиссии. И в результате чего у нас только по четырех районам не были переставлены. Это произошло в связи с тем, что срок как раз был уменьшен. А причем это происходило, я уже повторяюсь, в условиях пандемии, когда сбор документов был практически сопряжен с тем, что многие организации не работали, люди элементарно не могли получить справки и прочее, прочее. Если вы сейчас в реальности увеличиваете этот срок, то мы, конечно, будем приветствовать данную инициативу. Еще вопрос, пожалуйста, чтобы не было. Меньше или менее вопросов, значит, вы устанавливаете, значит, голосование несколько дней. Как это не? Да, возможно, это точно голосование, возможно, это вам много дня могут. Да, примерно. Но здесь, значит, пишете описание, значит, о том, что для этого не понадобится, значит, финансовое средство для принятия этого закона. Объясните реализацию, реализация этого закона, объясните, действительно ли не понадобится? Так он, конечно, увеличивает работу участковых комиссий. Понятно, что будут затраты, наверное, скорее всего, увеличатся. Поднадею. А что же, в действии, вы видите? Поднадею. Тогда, почему нет, значит, правительство должно заключение. А без этого как мы можем принимать закон? Ну, дело в том, что это мы предоставляем право, а уже принимать решение конкретно о проведении этого многогранного голосования, но этим законопроектом просим предоставить издательной комитетности. Нет, нет, я считаю, что, например, заключение правительства обязательно в этом будет. Нет, ну, извините, можно спросить, что дело в том, что, когда составляет смета у нас проведения конкретных выборов, там, как это все будет сумма учитываться? Ну, а правительство, кстати, по вопросу, вообще здесь, по вопросу, у правительства есть, в запутности у председателях правительства? Да, правительство Республики рассматривает проект законной РК о внесении изменения законной РК, о некоторых вопросах проведения выборов органов местного самоуправления в РК, сообщает о поступке замечаний и предложений по данному документу проекту. Вот тут пишет, что это правительство. Ну, они не уловили, я считаю, правительство не уловило затратах, о которых говорит Нурок. Ну, да. Ну, ладно, я... Понятно, хорошо. Но потом, чтобы вопрос не возникало, начи последний у меня вопрос. Прокуратура написала ряд замечаний. Значит, к разработчику. Сёщину. Учили все замечания? Да, учили все замечания. Зумно, если на переднике рассматривали. Уважаемый коллег, если больше нет вопросов, прошу... У меня есть вопрос. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Мир Владимирович, скажите, пожалуйста, или, наверное, уже Батар Вадимович ответил. Батар Вадимович, что вам подводит многодневное голосование на выборы в органы местного управления? Что вы от этого выиграете? Почему я так спрашиваю? По службу количества избирателей, которые у нас есть, да, и на районах, и в сельских муниципальных образованиях, достаточно невысокое. Что вам даст это? Поясню. Дело в том, что... Спасифицировать. ...назначено, что оборудование будет она применяться. Актернативой имущества будет являться, на то время, на срочное голосование, или же многодневное голосование. Почему мы вот такое предусматриваем? Дело в том, что у нас, ну, как сегодня я говорю, что в этом году у нас плюс 5 федеральных компаний. То есть на федеральном уровне выборов будут думы, и у нас 4 сельских муниципальных образований будет в этом году обязательно должны быть проведены повторные выборы. Потому что некогда в этих муниципальных образованиях остались незамечены депутатские мандаты всех прошедших выборов. В течение года мы обязаны провести повторные выборы, и муниципальные образования должны обязаны провести. А так как выборы совмещены, и выборы Госдумы, которые гневное голосование на границей комиссии посмотрело, мы считаем, что в данном случае в этих 4-х муниципальных образованиях тоже самое проективное гневное голосование. А в дальнейшем, может быть, и на остальных выборах может быть и... Но не в этом году, да? И в этом году мы проведем, вот 4-х муниципальных образований. Я считаю, что это многодневное голосование в органы местного самоуправления именно в Калмыкии действительно надо отменить. Население там мало, села у нас там, 170-300 человек живут. И все это можно провести за полдня. Но самое главное, что вот то, чего мы хотим, это тот же случай, как вот с детьми в республике, да? Если мы не озаботимся сами, каждый из нас, собственными детьми, и не озаботимся состоянием республики, и созданием конкуренции во власти, здоровой конкуренции, а не фальсификации на выборах, у нас никогда ничего не получится. Я призываю депутатов задуматься над этим, потому что вы, это на самом деле вроде какой пункт такой, можно и так, и так, но на самом деле он в корне меняет ситуацию. И мы сегодня подрываем будущее наших детей. Если мы не научимся нормально избирать во власть в сельских муниципальных образованиях, районных муниципальных образованиях, открыто, конкурентно, честно, только при таких условиях мы можем во власть допустить нормальных, здравых людей, которые заинтересованы в развитии республики. Другого пути у нас нет. Так у нас все время будут назначенцы Элисты внизу, а в республике назначенцы Кремля. И ни к чему практика показывает, мы потеряли с вами 30 лет с такими главами. 30 лет, и мы все уже опустились, дальше некуда. Цифры нас убеждают, до этого мы рассматривали. Поэтому надо остановиться, призадуматься. И действительно, это в наших силах, на уровне местного самоуправления, сделать выборы прозрачными, честными. И убрать их действительно, как здесь предлагалось уже многократно, убрать выборы из школ, отстранить там участие бюджетников. Вот таких авторов голосования, вот как Баттер сидит здесь, который разработчик, его привлекли не зря из Бруловской команды. Потому что он умеет подавлять, умеет организовывать это голосование бюджетников. Эти десятки, тройки, пятерки и так далее. Поэтому я перехожу на личности. Потому что то же самое, то, что они творят сегодня в избиркоме с Оксаной Санжиновой, открыто. Куча мужиков с одной женщиной не определяет ей место члену избиркома. Она вынуждена со стулом там ругаться с ними. А тем не менее, работник избиркома сидит за столом, который вообще не имеет отношения к заседанию избиркома. А как же, все процессы у нас с личностями. Личность регулирует все процессы. Руководитель это личность. И пока мы не будем называть вещи своими именами, мы никогда не приведем в порядок свою республику. Поэтому я считаю и прошу депутатов, обращаясь, это пункт очень серьезный, многодневное голосование. И там же еще места голосования, опять пеньковые голосования. Зачем это нужно? Чтобы в багажниках машин урны перевозить. Поэтому от таких вещей надо нам отказываться самим. И это наше право здесь сегодня, сидящих в зале депутатов. И я призываю депутатов, давайте начнем с малого преобразования. Давайте сделаем выборы законными. Чтобы ни у одного жителя не было сомнений. И это будет большой плюс в нашей деятельности. Я считаю, вот эти пункты надо убирать. Спасибо. Уважаемые коллеги, больше нет желающих? Если нет, пожалуйста, Михаил Николаевич, решение комитета. Прежде чем засчитать решение комитета, я хотел, в честь обслуживания, я предсказал, если действительно нам создавать конкурентную ферду для избирания депутатов, но нам надо, наверное, будет вернуться на ополнение бюджетных слов. Он совсем сокращен, и поэтому чаще всего по этой причине, когда в сельских селах идут выборы, многие не хотят идти. Он же сократился до невозможности. Вот пошагово давайте и преодолевать это все. Это разные вещи. Михаил Николаевич, вот начни сегодня лично со своей позиции. Проголосуй вот за то, что я предложил. И мы будем видеть, что вместе мы достигнем результата. Спасибо. А что вы меня затыкаете? Я могу три раза высказать, могу пять раз поднять. Нет, не можно. Я могу, я могу, почему я не могу давить? Потому что вы же давите, вы насаждаете здесь многие вещи, которые вообще не нужны. Уж кроме вас такого давления никто здесь не оказывает. Вы больше давите, чем я. Пожалуйста. Но решение комитета не рекомендовать народному праву республике принять данный законопроект. Это коллективный орган, на котором присутствуют все, кто желает. Единовласно проголосовали. Почему мы должны на этот комитет? Вы чего себя не уважаете? Приходите на комитет, доказывайте. Ну что, мы уже на финише... Забыли комитет. Сегодня сессия идет. Все. Комитет он такой, рекомендательный характер. Голосование. Кто за решение комитета? Спасибо. Кто за решение комитета? Давайте еще раз. Кто за? Не, вот он голосует. Кто за? Все. Не, вот он голосовал. Или Жигарин? Шесть не проголосовал. Шесть против. Вот, знаете, вы говорите, я с некоторым вопросом согласен. Вы что говорите, да, действительно надо, ну, как-то подозрительность нам надо завершить друг другу. Ну, что мы подозреваем вообще? Не прав. Я во многом не прав. Я согласен. Значит, не правы, и вот когда говорите, я что хочу, то я говорю, что хочу, то я говорю, ну, мы же подозрительность. Ну, зачем нам все выходит? Ну, мы же люди. Мы же живем на этой земле. Анатолий Васильевич, если вы действительно во многом правы, ой, не правы, как вы сейчас сказали, вы должны уйти, покинуть этот пост. Потому что во многом вы не правы, как вы сказали. Рассуждение, я сказал, рассуждение. Значит, вот видите, да, это нельзя. Привыкайте. Надо привыкать к хорошему обязательно. Это хорошее, действительно, прислушиваться к мнению. Вот, видите, опять согласны. Там где-то возможно. Но есть вопросы, Анатолий Васильевич. Вы не всегда правы. Вы вот своя позиция, вы думаете, что вы правы. Вот нет, вот здесь конкретно я прав. Может быть, и то хорошо. Рассматриваем проект закона Республики Калмухи о внесении в закон Республики о представительстве Народного Курала Республики в квалифицированной комиссии при областной палате. Там есть наши представители, меняется положение на уровне Российской Федерации, но мы как-то тоже стараемся соблюдать этот порядок и носить изменения в соответствии с федеральными правилами. Ну и со комитета, пожалуйста, Николай Павлович. Данный законопроект разработан в целях устранения внутренних противоречий закона Республики Калмыкия 26 декабря 2011 года номер 318-4 от представителей Народного Курала Республики Калмыкия в квалифицированной комиссии при адвокатской палате Республики Калмыкия. Кроме того, законопроект предлагается расширить перечень документов, представляемых предложения по кандидатуре, наполнив документом, подтверждающим трудовой стаж по юридической специальности, а также предлагается уточнить в случае досрочного прекращения полномочий представителя Народного Курала Республики Калмыкия. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы и выступления. Пожалуйста, вопросы. Нет вопроса. Выступления. Нет. Пожалуйста, решение комитета. Нести рекомендовать Народному Куралу Республики принять закон, проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон РК о представителях Народного Курала Республики Калмыкия в квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Калмыкия. Решение комитета озвучено. Прошу репозицию. Кто за? Кто против? За вы согласились? Кто за? За все. Спасибо, уважаемые коллеги. 19 вопрос мы с вами рассмотрели чуть раньше. Рассматриваем проект постановления Родного Курала о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона о внесении изменений в статью 8 федерального закона об общих принципах организации законодательных представительных органов государственной власти вносится комитетом Народного Курала по вопросу законодательства. Допладывает Михаилова. Николай, пожалуйста. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 федерального закона об общих принципах организации законодательных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации высшее благословное лицо субъекта Российской Федерации обязанно оплородить закон субъекта Российской Федерации либо отклонить его в срок, который не должен превышать 14 календарных дней с момента поступления указанного закона. В результате согласно статье 110.6 Федерального конституционного закона Российской Федерации Конституционного Конституционного Судя Российской Федерации Президент Российской Федерации правильно правит Конституционный суд Российской Федерации запрос о проверке Конституционного законодательного субъекта Российской Федерации до их оборудования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Согласно статье 110.6 Федерального Конституционного закона Российской Федерации Конституционного Суде РФ срок составляет не более 20 дней после регистрации запроса. В этой связи срок оборудования закона Российской Федерации, указанный в Федеральном законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственного власти субъекта Российской Федерации, не учитывая в случае направления Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным Конституционным Законом Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации, запроса о проверке Конституционности закона субъекта Российской Федерации до его обнаружения. Поэтому в целях устранения действующей правовой коллектив предлагается наполнить пункт 2 ст. 8 Федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти, субъекта российских словами, за исключением случая, установленного федерального конституционного закона. Спасибо. Этот законопроект выносился на свидание ЮРК, он получил поддержку и от Тюрфана правильный к Госдуму. Мы сейчас его дублируем. Возникли вопросы? Если нет, пожалуйста, решение комитета. Решение Министерии рекомендовать Народному Куралу принять данный законопроект. Решение комитета разрушения прошло определиться с голосованием. Первое, кто за? Кто против? Кто воздержался? За 24? На все люди. Я голосовал за... Не голосовал. Голосовал? Нет. Девочки, я за голосовал? Кто за? За 24. Уважаемые коллеги, рассматриваем проект постановления Народного Курала о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания России о внесении изменений в статью 22 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референтах Градо-Анфельской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий. Выдано в списке кандидатов, допущенных в распределении депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательном органе государственной власти соответствующего субъекта РФ. Избирательные комиссии муниципальных образований территориально-участковых комиссий формируются на основе предложений избирательных объединений, выданных в списке кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования. Согласно пункту 6.2 статьи 29 Федерального закона, член комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанности члена комиссии по истечению срока своих полномочий по решению органа его назначившего. На основании мотивированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, висенном с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального закона. Из этого пункта следует, что право вносить представление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии обладает лишь партия, чей список кандидатов допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе и Федеральном собрании Российской Федерации, в законодательном органе государственной власти субъекта РФН, в представительном органе муниципального образования, то есть парламентская партия. Прежде чем, согласно пункту 1 статьи 22 Федерального закона, избирательная комиссия формируется также на основе предложений других политических партий и иных общественных объединений. Из указанного следует, что действующий федеральный закон не наделяет непарламентские партии, в отличие от парламентских, право вносить представление о досрочном прекращении полномочий члены комиссии, назначенного по представлению данной непарламентской партии. В этой связи налицо пробел в законодательном регулировании. Законопроектом предлагается устранить указанный пробел путем наделения непарламентской партии права вносить представление о досрочном прекращении полномочий члены избирательной комиссии, если он назначен по представлению данной непарламентской партии. Спасибо. Вопросы есть в этом? Да. Этот вопрос выносился на заседание ЕРПА, но получил поддержку. Спасибо. Уважаемые коллеги, решение комитета просьба озвучено. Решение комитета. Министерия рекомендовать народному праву принять данный проект постановления. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу определиться с голосованием. Кто за? Кто за? 24. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, рассматрившись в вопросах про их постановление народного права. Изменения в составе комитета народного права по бюджету, экономистской политике, внеся председатель. Пожалуйста, Владимир Старченко. Вашим университетом, стараясь проект постановления народного права парламента Республики Крымку, как изменения в составе комитета народного права по бюджету, внеся председатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова 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 Кто понес наказание за это? Я скажу, что действительно срок технический был нарушен. Я как руководитель, я принял соответствующие меры. Если вам интересно, я вас проинформирую. Или инстагратору этого вопроса. Технический сбой произошел на несколько дней. Я как руководитель, который руководит аппаратом, готов вас проинформировать, как мною принято к мере. Это мое право руководителя наказать. Я наказал в той части, в которой я считаю это необходимо. А как так получилось, что все материалы сессии попали на подписание в один день за этот закон? Бывает технический сбой. Именно это надо. За это и наказали. Спасибо. А какова судьба? Нет, это уже крайне неуважение. Я извиняюсь, вас не видел. Но у меня включено тоже. Значит, сессия является закрытой. Подойдите ко мне. Я отвечу. Причем тут вы? Мы же обращаемся к людям. Давайте. Что это такое? Это что такое? Как это называют? Вы уже совсем до края доходите, Антон Васильевич, в своем поведении. Это вас не красит. Мало того, вы позорно выглядите. Так нельзя поступать. Ну как это так? Есть депутаты, желающие сказать, вы прерываете как хотите. Я не прервал. Уже все сказали. Я вообще хочу на другую тему. Ну подойдите ко мне. Нет. Да не хочу я к вам подходить. Слушаю. Дайте мне слово и все. Верните депутатов. Ну я уже не могу так. Отправился я верну. Да вы все. Мы уже до этого сделали. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Ты видишь, как это делать самое такое? Да будьте молчать. Я прошу прощения. Можете подойти. Я готов на луну. Скажите. Уже беспредел какой-то? Я не знаю. Ну вы мои права тоже не заберете. Ну что вы? Ну как это? Вы подойдите ко мне. Вы что хотите в микрофон сказать? Ну скажите. Вы с вами у нас всегда говорили. Надо разного даже дожидать. Анатолий Васильевич, вы на всю сеть, понимаете, ведете себя так? Это же ну просто позорить.